Боденштайн стоял перед своим письменным столом и смотрел на разложенные на нем дневные газеты. Позади была нерадостная первая за сегодняшний день встреча с директором уголовной полиции Нирхофом, который недвусмысленно пригрозил создать специальную комиссию, если Боденштайн в ближайшее время не представит реальные результаты. Пресс-секретаря атаковали звонками, и не только пресса, но и даже Министерство внутренних дел дало официальный запрос относительно продвижения в расследовании. В коллективе ощущалось раздражение. Ни по одному из пяти убийств даже приблизительно не наметился сдвиг. То, что Гольдберг, Шнайдер, Анита Фрингс и Вера Кальтензея были друзьями с юношеских лет, им никак не помогло. Убийца на всех трех местах преступления не оставил никаких реальных следов. Профиль преступника было невозможно определить. Наиболее весомый мотив, между тем, имели братья Кальтензея. Но Боденштайн внутренне не был готов присоединиться к предположениям Остермана. Он сложил газеты, сел на место и уперся лбом в руку. Что-то происходило перед их глазами, чего они не могли распознать. Ему не удавалось логично связать убийство с семьей Кальтензея и ее окружением. Если здесь вообще можно было что-то связать. Может быть, он утратил способность задавать нужные вопросы? В дверь постучали, и в кабинет вошла Пия. — Что хорошего? — спросил Оливер, надеясь, что его коллега не заметила его растерянности и сомнений в самом себе. — Бянке был только что у приятеля Ватковика, Френцеля, следы ДНК которого мы обнаружили в доме Шнайдера, — сказала она. — Он принес мобильный телефон Френцеля. Ватковик в четверг оставил ему сообщение на голосовой почте. — И что? — Мы хотим сейчас его прослушать, — сказала Пия. — Между прочим, в доме на Сисмейер-страссе, в который Риттер недавно входил, живет женщина по имени Марлен Кальтензея. Она бросила на Боденштайна испытывающий взгляд. — Что с вами, шеф? — В который раз у Оливера возникало ощущение, что Пия смотрит ему прямо в мозг. — Мы никак не сдвинемся с места, — ответил он. — Слишком много загадок, слишком много неизвестного, слишком много бесполезных следов. Но так ведь всегда Пия села на стул перед его письменным столом. Мы задавали многим людям много вопросов и таким образом сеяли тревогу. — Дело развивает сейчас собственную динамику, на которую мы, правда, в настоящий момент не можем оказывать влияние, но которая работает на нас. У меня есть устойчивое чувство, что очень скоро произойдет нечто, что выведет нас на верный путь. — Вы настоящая оптимистка. — А что, если ваша прославленная динамика принесет нам еще один труп? — Нирхов и Министерство внутренних дел уже сейчас оказывают на меня колоссальное давление. — Что же они от нас хотят? — Пия покачала головой. — Мы ведь не телевизионные комиссары. — У вас взгляд человека, осознающего свое бессилие. — Давайте поедем во Франкфурт к Риттеру и Элорду Кальтензе. Их нужно поспрашивать по поводу исчезнувшего ящика. Она встала и с нетерпением посмотрела на него. Ее энергия была заразительной. Боденштайн подумал, насколько необходимой стала ему Пия Кирхов в течение двух последних лет. Вместе они были прекрасной командой. Она, строящая подчас отчаянные предположения и энергично форсирующие дела, и он, строго придерживающийся правил, и останавливающий ее, если она становилась слишком эмоциональной. — Ну же, шеф, — сказала Пия, — не должно быть никаких сомнений в себе. Мы должны, в конце концов, доказать нашей новой начальнице, что мы это можем. Боденштайн улыбнулся. — Все верно, — сказал он и поднялся. — Слушай, перезвони мне, — раздался из динамика голос Роберта Ватковика. Чувствовалось, что он нервничает. — Они преследуют меня. Ищейки думают, что я завалил одного типа, и гориллы моей приемной матери подкарауливали меня у квартиры Мони. Я исчезну отсюда на некоторое время. Я еще тебе позвоню. Раздался щелчок. Остерман отмотал ленту назад. — Когда Ватковик отправил сообщение на голосовую почту? — спросил Боденштайн, который уже преодолел свой кризис. — В прошлый четверг, в 14.35, — сказал Остерман. Звонок был сделан из городского автомата в Келькхайме. Через некоторое время Ватковик погиб. — Гориллы моей приемной матери подкарауливали меня у квартиры Мони. Раздался опять голос погибшего Роберта Ватковика. Остерман покрутил регуляторы и включил фрагмент еще раз. — Достаточно, — сказал Боденштайн. — Что с Новаком? — Лежит в своей постельке, — ответил Остерман. — Сегодня утром с восьми до начала одиннадцатого у него были бабушка и отец. — Отец Новака был у своего сына в больнице? — спросила Пея удивленно. — В течение двух часов? — Да. — Остерман кивнул. — Так сказал коллега. — Окей. Боденштайн откашлялся и посмотрел на присутствующих, среди которых сегодня отсутствовала советник уголовной полиции доктор Энгель. — Мы еще раз поговорим с Верой Кальтензея и ее сыном Зигбертом. — Кроме того, я хотел бы также иметь анализ слюны Маркуса Новака, Элларда Кальтензея и Томаса Риттера. Последнего мы навестим сегодня еще раз. И еще я хочу поговорить с Катариной Эрман. — Франк, уточните, где мы могли бы встретиться с дамой? Бенке кивнул без каких-либо комментариев. — Хассе, подстегните лабораторию насчет следов краски автомобиля, который врезался в бетонную цветочницу перед фирмой Новака. — Остерман, мне нужно больше информации о Томасе Риттере. — Вам все это нужно сегодня? — спросил Остерман. — Сегодня, до обеда, если получится. Боденштайн поднялся. — В пять часов вечера опять встречаемся здесь. К этому времени я хотел бы иметь результаты. Через полчаса Пия нажала кнопку звонка Марлен Кальтензея на Сисмерштрассе, и после того, как она поднесла свое удостоверение к камере над переговорным устройством, зажужжала устройство открывания двери. Женщине, которая чуть позже открыла дверь ей и Боденштайну, было примерно лет тридцать пять, невзрачное, несколькоотечное лицо с голубоватыми кругами вокруг глаз, коренастая фигура с короткими ногами и широким тазом, делала ее более полной, чем она была в действительности. — Я ждала вас значительно раньше, — сказала Марлен. — Почему? — удивленно спросила Пия. — Ну как? — Марлен Кальтензея пожала плечами. — Убийство друзей моей бабушки и Роберта. Мы здесь совсем по другой причине. Пия окинула взглядом со вкусом обставленную квартиру. — Мы вчера разговаривали с господином доктором Риттером. — Вы его наверняка знаете. К удивлению Пия женщина хихикнула, как подросток, и по-настоящему покраснела. — Он входил в этот дом. — Собственно говоря, мы хотели только узнать, что он от вас хотел, — продолжала Пия, чуть растерявшись. — Он здесь живет. Марлен прислонилась к дверной раме. — Мы, собственно говоря, женаты. Моя фамилия больше не Кальтензея, а Риттер. Боденштайн и Пия озадачены переглянулись. — Томас вчера в связи с Кабриолетом действительно говорил о своей жене, но не удосужился сказать, что при этом речь идет о внучке его бывшей шефине. — Мы поженились совсем недавно, — объяснила Марлен. — Я еще по-настоящему не привыкла к своему новому имени. Моя семья тоже еще ничего не знает о нашей свадьбе. Мой муж хочет дождаться подходящего момента, пока улягутся все волнения. — Вы имеете в виду волнения, связанные с убийствами друзей вашей бабушки? — Да, верно. Вера Кальтензея — моя бабушка. — А вы чья дочь? — поинтересовалась Пия. — Мой отец Зигберт Кальтензея. В этот момент взгляд Пии упал на облегающую футболку молодой женщины, и она сделала соответствующий вывод. — Ваши родители знают, что вы беременны? Марлен сначала покраснела, потом ее лицо засияло гордой улыбкой, она выпятила четко обозначившийся живот и положила на него руки. Пия заставила себя улыбнуться вопреки своему желанию. По прошествии стольких лет она все еще ощущала легкую боль в присутствии счастливой беременной женщины. — Нет, — сказала Марлен Риттер, — как говорится, у моего отца сейчас другие заботы. Кажется, только сейчас она вспомнила о своем хорошем воспитании. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? — Нет, спасибо, — вежливо отказался Боденштайн. — Мы, собственно, хотели поговорить с вашим мужем. Вы знаете, где он сейчас находится? — Я могу дать вам номер его мобильного телефона и адрес редакции. Это было бы очень любезно с вашей стороны. Пия достала свой блокнот. — Ваш муж рассказал нам вчера, что ваша бабушка в свое время уволила его из-за каких-то разногласий, — сказал Боденштайн, — после восемнадцати лет совместной работы. — Да, это правда. Марлен озабоченно кивнула. — Я тоже точно не знаю, что произошло. Томас никогда не говорит ничего плохого о бабушке. Я абсолютно уверена, что все еще уладится, если только она узнает, что мы поженились и ждем ребенка. Пия была удивлена наивным оптимизмом женщины. Она очень сомневалась в том, что Вера Кальтензея вновь с распростертыми объятиями примет мужчину, которого с позором выгнала, только потому, что он женился на ее внучке. Совсем наоборот. Эллард Кальтензея дрожал всем телом, когда вел автомобиль в направлении Франкфурта. Могло ли то, что он только что узнал быть правдой? Если да, то чего ожидали от него они? Что он должен сделать? Эллард постоянно вытирал покрывавшиеся потом ладони о брюки, чтобы руки не скользили по рулю. В какое-то мгновение он решил направить автомобиль на полном ходу в бетонный столб, чтобы на этом все закончилось. Но мысль о том, что он может выжить и остаться калекой, удержала его от этого шага. В выступающей части пола между сиденьями своего автомобиля Эллард пытался защупать заветную коробочку, пока не вспомнил, что два дня назад, прибывая в состоянии полной эйфории и интересных замыслов, выбросил ее из окна. Как только он мог предположить, что вдруг сможет обойтись без товара. Его душевное равновесие уже несколько месяцев как было глубоко подорвано, но сейчас он чувствовал себя так, будто у него выбили почву из-под ног. Эллард сам не знал, каких сведений ожидал все эти годы робких поисков, но совершенно точно не этих. «Боже мой!» — воскликнул он, борясь с противоречивыми чувствами, которые и без наркотиков бушевали в нем с пугающей силой. Все вдруг обрисовалось невыносимо ясно и до боли отчетливо. Это была правильная жизнь, и он не знал, сможет ли и захочет ли еще когда-либо с этим справиться. Его тело и его мозг настойчиво требовали расслабляющего действия бензодиазепама. Когда Эллард клялся всем святым, что откажется от этого, он еще не знал того, что знает сейчас. «Вся его жизнь, все его существование и личность — абсолютная ложь. Почему?» — стучало болью в его голове, и Эллард Кальтензея отчаянно желал себе мужества, чтобы суметь задать этот вопрос нужному человеку. Но уже одна мысль об этом переполняла его страстным желанием бежать от этого как можно дальше. Сейчас он еще может сделать вид, будто ничего не знает. Внезапно перед ним вспыхнули красные стоп-сигналы, и он с такой силой нажал на тормоза, что завибрировала антиблокировочная система его тяжелого Мерседеса. Водитель автомобиля сзади яростно засигналил и успел вовремя съехать на полосу аварийной остановки, чтобы со всей силой не въехать ему в багажник. Испуг привел Элларда Кальтензея в себя. — Нет, так он жить не может. Ему было безразлично, если весь мир узнает, какой жалкий трус скрывался за гладким лицом элегантного профессора. Рецепт все еще находился в его чемодане. Одна-две таблетки, пара бокалов вина сделали бы все более сносным. Наконец, он не давал себе никаких обязательств. Лучше всего было бы сейчас взять с собой пару вещей, поехать прямо в аэропорт и улететь в Америку. На пару дней, нет, лучше на пару недель, а может быть навсегда. Редактор журнала Lifestyle Magazine повторила с издевкой пия, глядя на отвратительное здание с плоской крышей, расположенное в заднем дворе мебельного склада в промышленной зоне Фехенхайма. Вместе с Боденштайном они поднялись по грязной лестнице на самый верхний этаж, на котором находился офис Томаса Риттера. Скорее всего, Марлен еще никогда не навещала здесь своего мужа, так как уже у входной двери, которая эфемистически обозначалась как редакция, у нее наверняка возникли бы сомнения. На дешевой стеклянной двери, усеянной жирными следами пальцев, красовалась яркая табличка с надписью «Уикенд». Приемная состояла из письменного стола, заставленного с одной стороны телефонными аппаратами, а с другой — допотопным монстром-монитором. — Я слушаю вас. Дама в приемной уикенда выглядела так, как будто сама раньше позировала для обложки журнала. Правда, косметика не могла скрыть ее возраста, ей было примерно лет тридцать. — Уголовная полиция, — сказала Пия. — Где нам найти Томаса Риттера? — Последний кабинет по коридору слева. — Мне сообщить о вас? — Нет, — Боденштайн дружески улыбнулся даме. Стены коридора были увешаны фронтисписами журнала «Уикенд» в рамках. На порнографических фотографиях были изображены различные девушки, которых, правда, объединяло нечто общее. Размер груди как минимум ДД. Последняя дверь слева была закрыта. Пия постучала и вошла. Риттеру было явно неудобно, что Боденштайн и Пия застали его в такой обстановке. Между роскошной квартирой в старинном доме в Вестенде и узким прокуренным кабинетом с порнографическими фотографиями на стенах лежала пропасть. Правда, пропасть лежала и между невзрачной женой Риттера, ждущей ребенка, и женщиной, которая стояла рядом с ним, и ярко-красная губная помада, которой оставила следы на губах Риттера. Все в ней выглядело стильно и дорого, начиная с одежды, украшений и обуви до прически. — Позвони мне, — сказала она, взяла свою сумку, бросила быстрый и незаинтересованный взгляд на Боденштайна и Пию и выскользнула за дверь. — Это ваша шефиня? — поинтересовалась Пия. Риттер уперся локтями в письменный стол и провел всеми десятью пальцами по волосам. Он казался изможденным и на несколько лет старше своего реального возраста, чем вполне соответствовал унылой обстановке своего кабинета. — Нет, что вам еще угодно? — Откуда вы вообще знаете, что я здесь? Он взял пачку сигарет и закурил. — Ваша жена была очень любезна и дала адрес редакции. Риттер не отреагировал на сарказм Пии. — У вас помада на лице, — добавила Кирхов. — Если бы ваша жена это увидела, она могла бы сделать неправильные выводы. Риттер провел тыльной стороной руки по губам, немного помедлил с ответом, но потом сделал смиренный жест. — Это одна моя знакомая, — сказал он. — Я должен ей деньги. — А ваша жена знает об этом? — спросил Эпия. Томас посмотрел на нее почти дерзко. — Нет, она не должна этого знать. Он затянулся сигаретой и выпустил дым через нос. — У меня масса дел. — Что вы хотите? Я ведь вам уже все сказал. — Совсем наоборот, — возразила Эпия. — Вы от нас многое утаили. Боденштайн молчал. Глаза Риттера перебегали с него на Пию. Вчера он допустил ошибку, недооценив ее. Сегодня с ним такого не случится. Вот как... Томас хотел казаться невозмутимым, но нервное мигание его глаз выдавало его истинное душевное состояние. — Что же, например? — Что вы делали вечером, 25 апреля, у господина Гольдберга, то есть накануне его убийства? — спросила Эпия. — Что вы обсуждали с Робертом Ватковиком в кафе-мороженом? И почему Вера Кальтензея уволила вас на самом деле? Нервным движением Риттер раздавил окурок. Его мобильник, который лежал рядом с клавиатурой компьютера, исполнил первые аккорды Девятой симфонии Бетховена, но он даже не взглянул на дисплей. — Что это значит? — сказал он вдруг. — Я был у Гольдберга, Шнайдера и Фрингс, так как хотел с ними поговорить. Два года назад у меня возникла идея написать биографию Веры. Сначала она была в полном восторге и часами диктовала мне то, что хотела прочитать о себе. Через пару глав я заметил, что это будет смертельно скучно. Двадцать предложений о ее прошлом — не больше. При этом читателя ведь интересует именно прошлое, ее аристократическое происхождение, драматическое бегство с маленьким ребенком, потери семьи из замка, а не какое-нибудь заключение сделок и благотворительная деятельность. Мобильник, который между тем замолчал, опять дал о себе знать одиночным писком. Но она не хотела ничего об этом слышать. Или так, как она себе это представляла, или совсем никак. Бескомпромиссность, как повелось издавна, черт подери, Риттер презрительно фыркнул, я ее убеждал. Предлагал ей сделать из ее биографии роман. События в жизни Веры, все потери, победы, взлеты и падения женщины, которая испытала ход мировой истории на собственной шкуре. Из-за этого мы поссорились. Она категорически запретила мне заниматься поисками, запретила писать. Она становилась все более подозрительной. А потом произошла эта история с ящиком. Я допустил ошибку, защищая Новака. Это было последней каплей. Риттер вздохнул. Дела у меня пошли довольно скверно. У меня не было больше никаких перспектив в плане приличной работы, хорошей квартиры и вообще будущего. Пока вы не женились на Марлен. После этого вы обрели все снова. На что вы намекаете? Вскочил Риттер, но его возмущение казалось неестественным. На то, что вы взялись за Марлен, чтобы отомстить вашей бывшей шефине. Что за глупости? Возразил он. Мы встретились чисто случайно. Я влюбился в нее, а она в меня. Почему тогда вы вчера не сказали нам, что женаты на дочери Зигберта Кальтензея? Пия не верила ни одному его слову. По сравнению с элегантной темноволосой женщиной, которую они только что видели, невзрачная Марлен однозначно проигрывала. — Потому что я не предполагал, что это имеет какое-то значение, — агрессивно ответил Риттер. — Но ваша личная жизнь нас не интересует, — вмешался Боденштайн. — Что вы можете сказать о ваших встречах с Гольдбергом и Ватковиком? Мне нужна была от них информация. Риттер, казалось, испытал облегчение от того, что они сменили тему разговора, и бросил на пию враждебный взгляд, чтобы после этого ее полностью игнорировать. Некоторое время тому назад ко мне обратились с вопросом, не хочу ли я написать биографию, разумеется, о реальной жизни Веры Кальтензея, со всеми грязными подробностями. Мне предложили очень большие деньги, информацию из первых рук и шанс на месть. — Кто это был? — спросил Боденштайн. Риттер покачал головой. — Я не могу вам сказать, — ответил он. — Но материал, который я получил, был первоклассным. — Какой именно? — Дневники Веры за период с 1934 до 1943 года. Риттер свирепо улыбнулся. — Подробная, дополнительная информация обо всем, что Вера непременно хотела сохранить в тайне. При чтении я наткнулся на массу несоответствий. Но одно мне теперь стало ясно. Эллард никак не может быть сыном Веры. У автора дневников до декабря 1943 года, собственно, не было ни жениха, ни поклонника. До этого времени она даже еще не имела половых контактов, не говоришь о ребенке. Но он сделал эффектную паузу и посмотрел на Боденштайна. Старший брат Веры, Эллард фон Цойдлиц Лауенбург, имел любовную связь с молодой женщиной по имени Викки, дочерью управляющего поместьем Эндриката. В августе 1942 года у нее родился сын, которому при крещении дали имя Хайнрих Арно Эллард. Боденштайн оставил эту новость без комментариев. — И что же дальше? — спросил он. Риттер был заметно удивлен отсутствием восторга. — Дневники были написаны левшой, в то время как Вера правша, — сделал он лаконичное заключение. — И это является доказательством. — Доказательством чего? — поинтересовался Боденштайн. — Доказательством того, что Вера в действительности не тот человек, за которого себя выдает. Риттер вскочил со своего стула. — Так же, как и Гольдберг, Шнайдер и Фрингс. Все четверо хранят какую-то мрачную тайну, и я хотел выяснить, какую. — По этой причине вы были у Гольдберга, — спросила скептический Пия. — Вы действительно думали, что он с готовностью расскажет вам все, о чем он молчал более шестидесяти лет? Риттер не обратил внимания на ее возражение. — Я был в Польше и производил там поиски. К сожалению, больше не осталось очевидцев событий, которых можно было бы об этом спросить. — Потом я был у Шнайдера и у Аниты, все то же самое. Он изобразил на лице гримасу отвращения. — Все трое валяли дурака. Эти самоуверенные, заносчивые старые нацисты с их дружескими вечерами и пустой болтовней. Я и раньше их терпеть не мог, каждого из них. — И когда эти трое не захотели вам помочь, вы их отправили на тот свет, — сказал Эпия. — Точно. С помощью Калашникова, который всегда держу при себе. — Задерживайте меня, — дерзко обратился к ним Риттер. Затем повернулся к Боденштайну. — Зачем мне нужно было убивать этих троих? Они были совсем древними. Время все уже сделало за меня. — А Роберт Ватковик, что вам надо было от него? — Мне была нужна информация. Платил я ему за то, что он мне рассказывал о вере. Кроме того, я мог ему сказать, кто в действительности был его отцом. — Откуда же вам это известно? — Мне много чего известно, — ответил Риттер надменно. То, что Роберт являлся внебрачным сыном Ойгена Кальтензея, — это все сказки. Матерью Роберта была семнадцатилетняя горничная польского происхождения, работавшая в Мюлленхофе. Зигберт насиловал ее до тех пор, пока бедняжка не оказалась в положении. Его родители сразу отправили сына в университет в Америку и заставили бедолагу тайно рожать в подвале. После этого она исчезла навсегда. Я предполагаю, что они убили ее и закопали где-нибудь на своем участке. Риттер говорил все быстрее, его глаза блестели, как в лихорадке. Вера могла бы отдать его кому-нибудь для усыновления, пока он еще был младенцем. Но она заставила страдать его за то, что он был досадной ошибкой. Одновременно она наслаждалась тем, что он ею восхищался и боготворил ее. Она всегда была высокомерной и считает себя неприкасаемой. Поэтому так и не уничтожил ящики со всем взрывоопасным содержимым. Неудачей стал для нее тот факт, что Эллард, как назло, тесно сдружился с реставратором, и у него возникла идея реставрировать мельницу. Голос Риттера был преисполнен ненависти, и Пия осознавала всю величину жажды мести и горечи. Он злобно засмеялся. Ах да, и Роберт был на совести веры. Когда Марлен как нарочно влюбилась в Роберта, своего сводного брата, возникла ужасная ситуация. Марлен было всего 14, а Роберту лет 25. После несчастного случая, в котором Марлен потеряла ногу, Роберта выгнали из Мюлленхофа. Вскоре после этого началась его криминальная карьера. — Вашей жены нет ноги? — переспросила Пия и вспомнила, что Марлен Риттер действительно при ходьбе подтягивала левую ногу. — Да. Некоторое время в небольшом офисе было совершенно тихо, не считая жужжания компьютера. Пия быстро переглянулась с Боденштайном, по лицу которого, как всегда, невозможно было понять, что у него в голове. Если информация Риттера, пусть даже частично, соответствовала действительности, то она в самом деле была сенсационной. Получается, что Ватковика убили, так как он узнал от Риттера правду о своем происхождении, что привело к конфронтации с Верой. — Это событие тоже будет упомянуто в вашей книге? — поинтересовалась Пия. — Мне это, вообще-то, представляется довольно рискованным. Томас помедлил с ответом, потом пожал плечами. — Мне тоже, — сказал он, не глядя на нее, — но мне нужны деньги. — Что скажет ваша жена на то, что вы пишете нечто подобное о ее семье и ее отце? — Ей это вряд ли понравится. Риттер сжал губы в узкую полоску. — Между семьей Кальтензея и мной идет война. — Ответил он с ноткой патетики в голосе. — А в каждой войне бывают жертвы. — Семейство Кальтензея так просто с этим не смирится. — Они уже выдвинули свои войска на позиции. — Риттер вынужденно улыбнулся. — Существует временное судебное решение и предупредительный иск против меня и издательства. Кроме того, Зигберт мне постоянно угрожал. Он сказал, что я больше не получу никаких тантьям, если когда-либо придам гласности свои лживые утверждения. Примечание тантьяма — вознаграждение, выплачиваемое в виде процента от прибыли директорам и высшим служащим акционерных обществ, банков, страховых организаций. — Конец примечания. — Дайте нам дневники, — попросил его Боттенштайн. — Они не здесь. Кроме того, эти дневники являются страховкой моей жизни. Это единственное, что у меня есть. — Надеюсь, что вы не заблуждаетесь. Пия достала из сумки трубочку. — Вы наверняка не будете возражать против анализа слюны? — Нет, не буду. Риттер засунул руки в задние карманы джинсов и критически посмотрел на нее. — Хотя не могу себе представить, для чего это нужно. — Чтобы мы могли быстрее идентифицировать ваш труп, — холодно ответила Пия. — Я опасаюсь, что вы недооцениваете опасность, которой себя подвергаете. Блеск в глазах Томаса стал враждебным. Он взял из рук Кирхов ватную палочку, открыл рот и провел ею по внутренней стороне слизистой оболочки. — Спасибо. Пия взяла палочку и надлежащим образом закупорила ее в соответствующий футляр. — Завтра мы пошлем к вам наших коллег за дневниками. А если вы почувствуете, что в отношении вас существует какая-то угроза, позвоните мне. Моя визитная карточка у вас есть. — Я не знаю, можно ли полностью доверять Риттеру, — сказала Пия, когда они шли через парковочную площадку. — Мужчина одержим местью. Даже его брак — это чистой воды месть. Вдруг ей что-то пришло в голову, и она резко остановилась. — Что случилось? — спросил Боденштайн. — Это женщина в его офисе, — сказала Пия и попыталась припомнить разговор с Кристиной Новак. Красивая, темноволосая, элегантная. Это может быть та же самая женщина, с которой Новак встретился в Кёнигштайне перед домом. — Действительно, — Боденштайн кивнул. — Мне она тоже показалась знакомой. Я только не пойму, откуда. — Протянул Пия и ключи от автомобиля. Я сейчас вернусь. Он опять пошел в здание и поднялся по лестнице на верхний этаж. Перед дверью немного подождал, чтобы отдышаться. А затем позвонил. Дама в приемной удивленно захлопала искусственными ресницами, увидев его. — Вы знаете, кто эта женщина, которая недавно была у господина доктора Риттера? — спросил он. Она оглядела его с ног до головы, наклонила голову и потерла указательный и большой палец правой руки. — Возможно. Оливер понял. Он достал бумажник и вынул купюру в двадцать евро. Женщина скорчила презрительную гримасу, которую только купюру в пятьдесят евро смогла превратить в улыбку. — Катарина. Она схватила купюру и опять протянула руку. Боденштайн вздохнул и опять дал ей двадцатку. Секретарша запихнула обе купюры в голенище сапога. — Эрман. Она наклонилась вперед и заговорщицки понизила голос. — Из Швейцарии. Живет где-то в Таунусе, когда бывает в Германии. Ездит на черной пятерке с тюрихскими номерами. — А если вы кого-нибудь знаете, кто ищет порядочную секретаршу, вспомните обо мне. Мне уже надоела эта лавочка. — Я поспрашиваю. Оливер, который воспринял эти слова как шутку, подмигнул ей и вставил свою визитную карточку в клавиатуру компьютера. — Пришлите мне мейл с биографией и дипломами. Боденштайн быстро шел между рядами припаркованных автомобилей, одновременно проверяя входящие сообщения на своем мобильном телефоне. При этом он чуть не наткнулся на черный автофургон. Пия как раз писала смс-ку, когда Боденштайн подошел к своему БМВ. — Мириам должна проверить, правда ли то, что рассказал нам Риттер. Объяснила она и накинул ремень безопасности. Может быть, существуют еще церковные книги за 1942 год. Боденштайн включил зажигание. Женщину, которая перед нами была у Риттера, зовут Катарина Эрман, — сказал он. — Вот как? Та самая, у которой 4% дали ей участие? Пия была удивлена. — Какое же отношение она имеет к Риттеру? — Спросите меня что-нибудь полегче. Боденштайн вырулил свой БМВ с парковочного места и нажал клавишу ответного звонка на мультифункциональном руле. Через некоторое время ответил Остерман. — Шеф, здесь дым стоит коромыслом, — раздался его голос из динамика. — Нирхов и эта новая собираются организовать специальную комиссию по пенсионерам и помоннике. Боденштайн, который еще раньше ожидал чего-то подобного, оставался спокойным. Он посмотрел на часы. Половина второго. От Хануэрландштрассе в это время дня ему потребуется примерно минут 30, если он поедет через Ридервальд и Альердинг. — Встретимся через полчаса в ресторане Цаика в Лидербахе, чтобы обсудить ситуацию. — Всем отделом К-2, — сказал он Остерману. — Если вы приедете раньше меня, закажите мне, пожалуйста, карпаччо и курицу карри. — А мне пиццу! — крикнул Эпия с пассажирского сиденья. — С тунцом и сардинами, — добавил Остерман. — Все понятно. До встречи. Довольно долго они ехали молча, каждый занят своими мыслями. Боденштайн вспоминал, как когда-то его бывший шеф во Франкфурте, старший комиссар Менцель, часто и с удовольствием, собрав всю команду, упрекал его в том, что Оливер недостаточно гибок и не умеет работать в коллективе. Несомненно, он был прав. Боденштайн терпеть не мог, впустую тратить время на обсуждение создавшегося положения, на споры о подведомственности и глупую демонстрацию власти. Не в последнюю очередь именно по этой причине он с удовольствием перебрался в Хоффхайм, в отдел, в котором числились пять сотрудников. Как и прежде, он придерживался мнения, что несколько поваров могут основательно испортить кашу. — Вы тоже примете участие в этих двух комиссиях? — спросила его Пия в этот момент. Боденштайн быстро посмотрел на нее. — Все зависит от того, под чьим руководством, — ответил он. — Но все равно это совершенно бесперспективно. — О чем, собственно говоря, в действительности идет речь? — Об убийствах трех стариков и молодой женщины и одного мужчины, — размышляла Пия вслух. — Боденштайн наверху Бергерштрассе нажал на тормоз, пропуская на зебре группу молодых людей, переходящих улицу. — Мы задаем неверные вопросы. — Сказал он и задумался, какое отношение Катарина Эрман имеет к Риттеру. — Обоих что-то связывает, это ясно. — Возможно, она знала его и раньше, когда Томас еще работал у Веры Кальтензея. — Интересно, поддерживает ли она еще дружеские отношения с Ютой Кальтензея? — спросил Оливер. — Пия сразу поняла, о ком он говорит. — Почему это важно? — Откуда у Риттера информация о родном отце Роберта Ватковика? — Это явно семейная тайна, о которой знают лишь немногие. — А как тогда об этом может знать Катарина Эрман? — Она как никак была настолько близка с семьей, что Ольген Кальтензея передал ей доли участия в фирме. — Давайте поедем к Вере Кальтензея еще раз, — предложила Пия. — Спросим ее, что было в ящике и почему она солгала нам в отношении Ватковика. Что мы теряем? Боденштайн молчал, потом осторожно покачал головой. — Мы должны быть очень осторожны, — сказал он. — Даже если вы терпеть не можете Риттера, я не хочу рисковать получить шестой труп, только потому, что мы задали необдуманные вопросы. — Вы совсем не правы в том, что Риттер ходит по острею ножа. — Этот тип считает себя не менее неприкасаемым, чем Вера Кальтензея, — возразила Пия горячо. — Он ослеп от жажды мести, и ему подойдет любое средство, чтобы только навредить семейству Кальтензея. — Презренный человек. — Он изменяет своей беременной жене с этой Катариной Эрман сто процентов. — Я тоже так думаю, — сказал Боденштайн. — Тем не менее, в качестве трупа он нас мало интересует. Когда Пия и Боденштайн прибыли в Цаику, самый большой наплыв посетителей, который всегда бывает в обеденное время, уже завершился, и ресторан опять опустел. За столиками сидели лишь несколько бизнесменов. Сотрудники отдела Ка-2 собрались за одним из наиболее больших столов в углу оформленного в средиземноморском стиле зала и уже были заняты едой. Только Бенка сидел рядом с кислой миной и пил воду. — У меня тоже пара хороших новостей, шеф. — начал Остерман, когда они сели за стол. По ДНК-профилю, который был установлен по волосу на трупах Моники Крэмер и Ватковика, компьютер выдал результат, где значится один и тот же следообразующий субъект. При обработке старых дел наши коллеги из ФУП проанализировали и сохранили следы. Так вот, тот субъект имеет какое-то отношение к нераскрытому до сего времени убийству в Дессау 17 октября 1990 года и к опасному причинению телесных повреждений в Галле 24 марта 1991 года. — Пье заметила голодный взгляд Бенка. — Почему он ничего себе не заказал? — Еще что-нибудь? Боденштайн взял перечницу-мельницу и поперчил Карпаччо. — Да, я выяснил кое-что про рубашку Ватковика, — продолжал Остерман. Рубашки этой марки производятся на мануфактуре и исключительно для специализированного магазина товаров для мужчин на Шиллер-штрассе во Франкфурте. Директор магазина была очень любезна и предоставила мне копии счетов. Белые рубашки 41-го размера были проданы между 1 марта и 5 мая в количестве 24 штук. Среди прочих, он сделал эффектную паузу, чтобы обеспечить себе полное внимание всех присутствующих. — Аня Моурман, 26 апреля, купила пять белых рубашек 41-го размера на счет Веры Кальтензея. Боденштайн перестал жевать и выпрямился. — Так... — Тогда она должна нам их показать. Пия придвинула Бенке свою тарелку. — Угощайся, я больше не могу. — Спасибо. — Пробормотал он и менее чем за минуту съел оставшуюся половину пиццы, как будто ничего не ел несколько дней. — Что с соседями Гольдберга и Шнайдера? Боденштайн посмотрел на Бенке, который уплетал за обе щеки. — Я показал мужчине, который видел машину, три различных логотопа, — сказал тот. Он ни секунды не колебался и указал на машину Новака. Кроме того, уточнил время. Без десяти час он вышел с собакой. После того, как закончился какой-то фильм, который шел на канале РТЕ, когда он вернулся в десять минут второго, автомобиля уже не было, а ворота въезда были закрыты. — Коллеги из Келькхайма задержали Новака без четверти двенадцать, — сказала Пия. — Он мог свободно поехать после этого в Эппенхайм. Зазвонил мобильник Боденштайна. Оливер посмотрел на дисплей и, извинившись, вышел из-за стола. — Если мы завтра так и не продвинемся вперед, нам повесят на шею еще двадцать коллег. Остерман откинулся назад. — А я этого очень не хочу. — Никто этого не хочет, — парировал Бенке. — Но мы ведь не можем выудить преступника из шляпы. — Но сейчас у нас уже больше отправных точек, и мы можем задавать более конкретные вопросы. Пия через большие окна наблюдала за шефом, который, прижав к уху мобильник, ходил взад-вперед в парковочной площадке. С кем он разговаривал? Обычно Боденштайн никогда не выходил из помещения, чтобы поговорить по телефону. — А что-нибудь еще удалось узнать про нож, которым была убита Моника Крэмер? — Ах да! — Остерман отодвинул свою тарелку и стал рыться в захваченных с собой документах, пока не нашел одной из запирающихся цветных пластиковых папок, которые являлись важной составной частью его системы архивирования. Несмотря на то, что Остерман со своей прической в виде конского хвоста, в ретро-очках и своеобразной одежде хотел казаться нарочито неврежным, он был тем не менее человеком ярко выраженной структуры. Орудием убийства является Эмерсон Карамбит с фиксированным клинком и рукоятью скелетного типа, копия индонезийского дизайна. Тактический боевой нож для самообороны. Эмерсон — американский производитель, но нож можно заказать в различных интернет-магазинах. Это модель на рынке с 2003 года. На нем был серийный номер, который уничтожили. — Таким образом, Ватковик, как убийца, полностью отпадает, — сказала Пия. — Я боюсь, что шеф был прав, говоря о профессиональном киллере. В чем я был прав? Боденштайн вернулся за стол и принялся за остатки своей остывшей курицы карри. Остерман повторил информацию о ноже. Окей. Оливер вытер салфеткой рот и серьезно посмотрел в лица своих сотрудников. — Послушайте, с этого момента я жду от вас вдвое большей отдачи. Мы получили от Нирхофа один день отстрочки. До сего времени мы ловили рыбу в мутной воде. Но сейчас у нас есть пара конкретных следов, которые... Опять зазвонил его телефон. На сей раз он ответил, не отходя в сторону, и какое-то время слушал собеседника на другом конце провода. Его лицо помрачнело. Новак исчез из больницы, — сообщил он коллегам. — Его должны были сегодня, во второй половине дня, еще раз оперировать, — сказал Хассе. Наверное, он запаниковал и сбежал. — Откуда вы это знаете? Сегодня утром мы брали у него пробу слюны. — Его кто-нибудь навещал, когда вы были у него? — спросила Пия. — Да, — кивнула Катрин Фахингер, — его бабушка и отец. Пия вновь удивилась, что отец Новака навещал своего сына в больнице. — Такой высокий, плотный с усами, — описала она его. — Нет, — Катрин Фахингер неуверенно покачала головой. У него не было усов, скорее, трехдневная щетина и седые волосы, несколько длинноватые. — Так, великолепно. Боденштайн рывком отодвинул стул и вскочил с места. Это был Эллард Кальтензея. — Когда вы должны были мне об этом сообщить? — Ну, откуда мне было это знать? Стала защищаться Фахингер. Или мне надо было попросить его предъявить паспорт? Боденштайн ничего не сказал, но его взгляд говорил все. Он положил перед Остерманом купюру в пятьдесят евро. — Заплатите за нас, — сказал он и надел пиджак. — Кто-то должен поехать в Мюрленхофф и попросить горничную показать пять рубашек. Кроме того, я должен знать, когда, где и кем был куплен нож, которым была убита Моника Кремер. И все о банкротстве отца Новака восемь лет назад. И действительно ли существовала связь с семьей Кальтензея? Найдите Веру Кальтензея. Она должна быть в какой-то больнице. Перед ее палатой выставлен пост из двух полицейских, которые записывают имена всех, кто ее посещает. Кроме того, надо установить круглосуточное наблюдение за Мюрленхоффом. Ах да, Катарина Эрман, урожденная Шмунг, живет где-то в Таунусе и имеет, возможно, швейцарское гражданство. Все ясно? — Да, круто. Даже Остерман, который обычно никогда не роптал, не был в восторге от заданий, которые на него взвалили. — Сколько у нас времени? — Два часа, — ответил Боденштайн, даже не улыбнувшись. — Но только в том случае, если не хватит одного часа. Он уже почти вышел за дверь, когда ему еще что-то пришло в голову. — Как обстоят дела с постановлением на обыск фирмы Новака? — Мы получим его сегодня, — ответил Остерман, — вместе с ордером на арест. — Хорошо, фотографию Новака нужно передать в прессу и еще сегодня показать по телевидению без указания истинной причины, по которой мы его разыскиваем. — Выдумайте что-нибудь. Например, что он срочно нуждается в каком-нибудь медикаменте или еще что-нибудь. — Кто только что звонил? — поинтересовалась Пия, когда они уже сидели в машине. Боденштайн чуть задумался, следует ли ему говорить об этом своей коллеге. — Ютта Кальтензея, — ответил он наконец. — Якобы хочет сказать мне что-то важное и просит о встрече сегодня вечером. — Она не сказала, о чем идет речь, — спросила Пия. Оливер пристально смотрел вперед, когда они проехали указатель с надписью Хоффхайм, сбавил газ. До сих пор он не удосужился спросить Казиму о том, как прошел ее обед с Ютой Кальтензея. Что за игру затеяла эта женщина? Боденштайн почувствовал себя дискомфортно при одной мысли, что ему предстоит с ней встреча один на один. Разумеется, он должен срочно задать ей пару вопросов о Катерине Эрман и о докторе Риттере. Оливер отказался от мысли просить Пию сопровождать его. Он сам справится с Юттой. — Ку-ку! — крикнула Пия в этот момент, и он вздрогнул. — Что вы сказали? Рассеянно спросил главный комиссар. Он заметил странный взгляд своей коллеги, но не понял ее вопроса. — Извините, я ушел в свои мысли. Ютта и Зигберт Кальтензея устроили мне театр в тот вечер, когда я разговаривал с ними в Мюлленхофе. — Зачем им это было нужно? — удивилась Пия. — Возможно, чтобы отвлечь меня от того, что перед этим сказал Эллард. — И что это было? — Да что, что, что? В том-то и дело, что я это точно не помню, — воскликнул Боденштайн непривычно горячо, одновременно разозлившись на самого себя. Он не был достаточно внимателен. И если бы он в последние дни не разговаривал бы постоянно с Ютой по телефону, то сейчас лучше помнил бы тот разговор в Мюлленхофе. Речь шла об Аните Фрингс. Эллард сказал мне, что его мать в половине восьмого утра получила сообщение о ее исчезновении, а около десяти — о ее смерти. — Вы мне этого не рассказывали, — сказал Эпия с явным упреком в голосе. — Нет, я рассказывал. — Нет, не рассказывали. Это вообще-то означает, что у Веры Кальтензея было достаточно времени, чтобы послать своих людей в Таунусблик вычистить комнату Аниты Фрингс. — Я вам об этом рассказывал, — упорствовал Боденштайн. — Совершенно точно. Эпия промолчала в ответ и стала напряженно размышлять, так ли это. Возле больницы Боденштайн остановил машину на площадке для разворота, невзирая на протест молодого человека около информационного табло. У полицейского, который должен был охранять Новака, был испуганный вид, и он признался, что позволил провести себя дважды. Примерно час назад появился врач и забрал Новака на обследование. Одна из медицинских сестер даже помогла ему везти кровать в лифт. Так как врач уверил его в том, что Новака примерно через двадцать минут привезут после рентгена, полицейский опять уселся на свой стул рядом с дверью в палату. — Вы ведь получили однозначное указание не спускать с него глаз, — сказал Боденштайн ледяным голосом. — Ваша инертность будет иметь для вас соответствующие последствия. Я вам это обещаю. — Кто навещал его сегодня утром? — спросила Эпия. — Почему вы решили, что приходивший мужчина был отцом Новака? — Бабушка сказала, что он ее сын, — ответил полицейский угрюмо, — поэтому было понятно, что он его отец. Врач станции, с которой Эпия была знакома еще по своему первому визиту, шла по коридору и озабоченно объясняла Боденштайну и Эпии, что Новак находится в серьезной опасности, так как кроме оскольчатого перелома руки у него имеется также ножевое ранение печени, с которым не шутят. К сожалению, информация, переданная полицейским, охранявшим Новака, была не особенно полезной. На враче был колпак и зеленый халат, — сказал он вяло. — Боже мой, как он выглядел! Старый, молодой, толстый, худой, лысина борода. Ну что-то ведь должно было броситься вам в глаза. Боденштайн был близок к потере самообладания. Именно такого рода ошибки он хотел избежать, тем более сейчас, когда Николя Энгель, кажется, с нетерпением ждала его неудач. — Ему было примерно лет сорок или пятьдесят, я бы сказал, припомнил, наконец, полицейский. Кроме того, мне кажется, на нем были очки. — Сорок? Пятьдесят или шестьдесят? — Может быть, он был женщиной? — спросил с сарказмом Боденштайн. Они стояли в холле больницы, куда тем временем прибыл дежурный отряд полиции. Руководитель оперативными действиями стоял у лифтов, отдавал распоряжение своим подчиненным. Шуршали рации, любопытные пациенты протискивались между полицейскими, формировавшимися в группы, чтобы этаж за этажом обследовать все помещения в поисках Маркуса Новака. — Полицейский наряд, который Пия отправила домой к Новаку, позвонил и сообщил, что они не могут попасть на территорию фирмы. — Оставайтесь перед воротами фирмы и сообщите заблаговременно, когда будет заканчиваться ваша смена, чтобы мы могли послать туда новый наряд, — дала Пия распоряжение своим коллегам. — Зазвонил мобильник Боденштайна. Пустую больничную койку нашли в кабинете для обследования на первом этаже, непосредственно рядом с аварийным выходом. Рухнула последняя надежда на то, что Новак мог еще находиться где-то в здании. Из помещения по коридору и далее наружу шли кровавые следы. Тогда это все. Боденштайн, смирившись, повернулся к Пии. — Давайте поедем к Зигберту Кальтензе. Эллард Кальтензе был блестящим теоретиком, но не человеком действия. В течение своей жизни он уклонялся от принятия решений и перекладывал их на других людей в своем окружении. Но на сей раз ситуация требовала его немедленных действий. И ему было очень тяжело воплотить в реальность свой план. Речь уже давно шла не только о нем, но только он один мог раз и навсегда покончить с этим делом. В шестьдесят три года, нет, в шестьдесят четыре, мысленно исправил себя Эллард, он, наконец, нашел в себе мужество взять все в свои руки. Кальтензе вытащил проклятый ящик из своей квартиры, временно закрыл дом искусств, отправил всех сотрудников по домам, забронировал авиарейс онлайн и упаковал вещи. И, как ни странно, ему вдруг стало лучше, чем был до этого, даже без таблеток. Он чувствовал себя помолодевшим на несколько лет, решительным и энергичным, Эллард улыбнулся. Может быть, он только выиграл от того, что они все считали его трусом, никто не считал его способным на нечто подобное. За исключением этой дамы полицейского, ну и она попалась на удочку и пошла по ложному следу. Перед воротами Мюлленхоффа стоял патрульный автомобиль, но ему было наплевать на это неожиданное препятствие. Вряд ли полиция знает, что к поместью можно подъехать еще через Лорсбах и Фишбахталь, так что он сможет незамеченным проникнуть в дом. Ему вполне хватило одной встречи с полицией в день. Кроме того, кровь на пассажирском сиденье неизбежно вызвала бы необходимость соответствующих объяснений. Эллард прислушался и включил радио громче. Полиция просит вашей помощи. Разыскивается 34-летний Маркус Новак, который во второй половине дня исчез из больницы в Фофхайме и нуждается в срочном приеме жизненно важных медикаментов. Кальтензей выключил радио и довольно улыбнулся. Пусть себе ищут. Он знал, где находится Новак. Так быстро его никто не найдет. Об этом он позаботился. Головной офис концерна КМФ располагался в непосредственной близости от Федеральной налоговой службы на Северном кольце Хофхайма. Боденштайн предпочел не оповещать Зигберта Кальтензея о своем визите и без комментариев предъявил охраннику свое удостоверение. Мужчина в темной униформе с безразличным лицом бросил пристальный взгляд в машину и поднял шлагбаум. — Спорю на месячную зарплату, что мы найдем здесь людей, которые напали на Новака, — сказала Пия и указала на невзрачное здание со скромной табличкой «Каа Секюрит». На огороженной парковочной площадке было припарковано несколько черных автобусов марки Volkswagen и автофургон Mercedes с тонированными стеклами. Боденштайн замедлил ход, и Пия прочитала на некоторых автомобилях рекламную надпись «Каа Секюр. Охрана объектов предприятий и отдельных лиц. Перевозка денег и ценностей». Повреждения от столкновения с бетонными цветочницами перед дому Августа Новак, разумеется, были давно устранены, но полицейские шли по верному следу. Лаборатория уголовной полиции однозначно определила, что следы краски относятся к продукции дома Mercedes-Benz. Секретарша Зигберта Кальтензея, которая со своими внешними данными вполне могла дойти до последнего круга реалити-шоу «Новая топ-модель Германии», объявила, что им придется довольно долго ждать, так как у шефа важные деловые переговоры с клиентами из Америки. Пия ответила на ее надменный взгляд улыбкой и подумала, как можно целый день ходить на таких высоких каблуках. Зигберт Кальтензея, очевидно, оставил своих заморских клиентов и через три минуты вышел из кабинета. — Мы слышали, что вы планируете произвести некоторые изменения в отношении вашей фирмы, — сказал Боденштайн после того, как секретарша подала кофе и минеральную воду. — Вы как будто собираетесь продать ее, чего раньше не могли сделать, так как некоторые владельцы долей имели блокирующий пакет акций. — Я не знаю, откуда у вас такая информация, — хладнокровно возразил Зигберт Кальтензея. — Кроме того, проблема несколько сложнее, чем представляется. — Но это действительно так, что у вас для исполнения ваших намерений не было долевого большинства? — Зигберт улыбнулся и уперся локтями в поверхность письменного стола. — Что вы пытаетесь доказать? — Надеюсь, вы не предполагаете, что я распорядился убить Гольдберга, Шнайдера и Аниту Фрингс, чтобы, будучи управляющим КМФ, получить их доли участия? Боденштайн ответил ему улыбкой. — Вы слишком упрощаете дело. — Но в целом мой вопрос лежит в этом поле. — Несколько месяцев назад мы действительно обратились в аудиторскую компанию для оценки фирмы, — подтвердил Зигберт. — Конечно, всегда есть инвесторы, проявляющие интерес к здоровым, преуспевающим фирмам, которые, ко всему прочему, являются лидерами на мировом рынке в своей области и имеют сотни патентов. — Мы проводили оценку, но, разумеется, не потому, что намерены ее продавать, а поскольку в ближайшем будущем планируем выпуск акций на биржу. КМФ должна быть полностью реструктурирована, чтобы отвечать требованиям рынка. Он откинулся назад. — Осенью мне будет 60. Никто из семьи не проявляет интереса к фирме, поэтому рано или поздно я должен передать бразды правления кому-то постороннему. — И только тогда я захотел бы, чтобы все члены семьи вышли из фирмы. Вам наверняка известно о завещательном распоряжении моего отца. По истечении года оно потеряет свое действие, и тогда мы, наконец, сможем изменить форму предприятия. Общество с ограниченной ответственностью станет акционерным обществом, и это должно произойти в течение ближайших двух лет. Никто из нас не выложит за свои доли участие миллионы. — Конечно, я подробно и персонально проинформировал всех акционеров об этих планах, в том числе господина Гольдберга, господина Шнайдера и фрау Фрингс. Кальтензей опять улыбнулся. — Кстати, в частности, об этом шла речь в разговоре на прошлой неделе в доме моей матери, когда вы приходили к нам по делу Роберта. Все это звучало логично. Мотив убийства со стороны Зигберта и Юты Кальтензея, которые ни Пия, ни Боденштайн не считали достаточно серьезным, после этого и вовсе растворился в воздухе. — Вы знаете Катарину Эрман? — спросил Эпия. — Конечно. Зигберг кивнул. — Катарина и моя сестра Юта — близкие подруги. — Почему фрау Эрман получила от вашего отца долю участия в фирме? — Это мне неизвестно. Катарина практически выросла в Мюлленхофе. Я предполагаю, что мой отец хотел таким образом разозлить мою мать. — Вам известно, что Катарина Эрман имеет близкие отношения с доктором Риттером, бывшим ассистентом вашей матери? Крутая складка недовольства обозначилась между бровями Кальтензея. — Нет, мне это неизвестно, — сказал он. — К тому же мне безразлично, что делает этот человек. У него ужасный характер. К сожалению, моя мать слишком долго не могла понять, что он всегда пытался настроить ее против семьи. — Он пишет биографию вашей матери. — Он ее уже написал, — скорректировал фразу Кальтензея с холодком в голосе. — Наши адвокаты запретили ему это. Кроме того, при завершении деловых отношений с матерью он в договорной форме обязался не разглашать сведения обо всех внутренних делах семьи. — Что произойдет, если он нарушит данный договор? — спросила с любопытством Пье. — Последствия будут для него чрезвычайно неприятными. — А почему вы, собственно говоря, возражаете против написания биографии вашей матери? — спросил Боденштейн. — Она заметная женщина с богатой событиями жизнью. — Мы вообще не имели ничего против этого, — ответил Кальтензея. — Но моя мать сама хотела найти себе биографа. — Риттер высосал из пальца всякие немыслимые вещи с одной единственной целью — отомстить моей матери за допущенную в отношении его несправедливость. — Например, то, что Гольдберг и Шнайдер раньше были нацистами и жили под чужим именем, — спросила Пье. — Зигберт Кальтензея опять непринужденно улыбнулся. — В биографиях многих успешных предпринимателей послевоенных лет вы часто можете найти связь с нацистским режимом, — возразил он. — Мой отец тоже, без сомнений, извлек некую выгоду из войны, ведь его фирма была военным предприятием. — Нет, этого не может быть. — Почему же? — спросил Боденштайн. Риттер пустил в ход страшные спекуляции в виде клеветнических измышлений и омерзительного поклепа. — Откуда вы это знаете? — поинтересовалась Пье. Зигберт пожал плечами и замолчал. — До нас дошли слухи, что тогда вашего брата Элларда заподозрили в том, что это он столкнул вашего отца с лестницы. — Риттер тоже пишет что-то об этом в своей книге? — Риттер пишет не книгу, — возразил Кальтензея. — Кроме того, я до сего времени думаю, что это сделал Эллард. Он всегда терпеть не мог моего отца. То, что он получил доли участия в фирме, — это чистое издевательство. Его внешняя самоуверенность дала первые трещины. Чем была обусловлена его очевидная неприязнь к своему сводному брату? Была ли это ревность к его внешности и его успеху у женщин, или за этим крылось что-то иное? Строго говоря, Эллард не имеет отношения к семье. Тем не менее, уже десятки лет он, как само собой разумеющееся, получает барыши от моей работы, которая в его глазах является недостойной уважения и деятельностью, а лишь бессмысленной охотой за презренным металлом. Он злобно рассмеялся. — Я бы посмотрел, как мой высокоинтеллектуальный и тонко чувствующий брат обошелся бы без денег и каких-либо прочих средств, рассчитывая только на самого себя. Господин профессор искусствоведения вообще-то не особенно приспособлен к жизни. — Как и Роберт Ватковик? — спросила Пия. — Вас совершенно не тронула его смерть? Зигберт поднял брови и вновь надел на себя маску безразличия. — Если честно, то нет. Я достаточно часто стыдился того, что он мой сводный брат. Моя мать долго относилась к нему снисходительно. — Может быть, потому что он был ее внуком, — заметил Боденштайн скользь. — Что вы сказали? Кальтензей выпрямился. — В последние дни мы получили немало информации, — ответил Боденштайн. Среди прочего нам стало известно, что вы являетесь отцом Ватковика. Его мать работала горничной у ваших родителей. После того, как они узнали о ваших несоответствующих их социальному положению отношениях, вас отправили в Америку, а ваш отец взял эту оплошность на себя. После такого заявления Зигберт Кальтензей буквально потерял дар вечи. Он нервно провел рукой по лысине, поднялся и пробормотал. — Боже мой! У меня действительно была интрижка с горничной моих родителей. Ее звали Данута, она была года на два старше меня и выглядела очень привлекательной. Он ходил по кабинету взад и вперед. С моей стороны это были серьезные отношения, как обычно бывает, когда вам 16 лет. Мои родители, разумеется, не были в восторге и отправили меня в Америку, чтобы я отвлекся от своих мыслей. И внезапно Зигберт остановился, когда я спустя восемь лет, закончив университет, вернулся домой с женой и дочерью. Я уже совершенно забыл Дануту. Кальтензей подошел к окну и стал смотреть в него. — Думал ли он обо всех тех протестах и упущениях, которые привели его мнимого сводного брата сначала в преступный мир, а затем и к смерти? — Как, кстати, чувствует себя ваша мама? — сменил Воденштейн тему. — И где она сейчас? Нам необходимо с ней срочно поговорить. Зигберт обернулся и с бледным лицом опять сел за письменный стол, принявшись рассеян рисовать шариковой ручкой фигуры на блокноте. — Она сейчас не в том состоянии, — сказал он тихо. События последних дней отрицательно сказались на ее самочувствии. Убийство, которое совершил Роберт, и, наконец, его самоубийство, доконали ее. — Водковик не совершал убийства, — возразил Боденштейн. — И его смерть также не была самоубийством. При вскрытии было однозначно установлено, что он умер от действий посторонних лиц. — От действий посторонних лиц? — спросил недоверчиво Кальтензея. Рука, в которой он держал шариковую ручку, слегка дрожала. — Но кто и почему? Кому понадобилось убивать Роберта? — Мы тоже задаем себе этот вопрос. Мы обнаружили у него при себе орудие, которым перед этим была убита его подруга, но он не является ее убийцей. Среди тишины зазвонил телефон, стоявший на песенном столе. Зигберт взял трубку, резко попросил не мешать ему никакими вопросами и вновь положил трубку на рычаг. — У вас есть предположение, кто мог убить троих друзей вашей матери? И что могло бы означать число 16145? — Это число мне ни о чем не говорит, — возразил Кальтензея и на некоторое время задумался. — Я не хочу никого подозревать напрасно, но знаю от Гольдберга, что Эллард в последние недели оказывал на него серьезное давление. Мой брат не хотел верить, что Гольдберг ничего не знает о его прошлом, и тем более о его родном отце, и что Риттер неоднократно посещал Гольдберга. Я вполне допускаю, что он запросто мог совершить три убийства. Пия лишь изредка сталкивалась с подобным фактом, когда кто-то так явно подозревал кого-то в убийстве. Может быть, Зигберт Кальтензея видел в этом свой шанс насолить обоим мужчинам, с которыми он годами соперничал за расположение со стороны своей матери и которых ненавидел всем своим сердцем? Что было бы, если бы Кальтензея узнал, что Риттер является не только его зятем, но и будущим отцом его внука? — Гольдберг, Шнайдер и Фрингс были убиты из оружия времен Второй мировой войны со старыми патронами. — Откуда Риттер мог бы их взять? — спросил Пия. Кальтензея посмотрел на нее пронизывающим взглядом. — Вы ведь наверняка слышали историю о пропавшем ящике? — сказал он. — Я думал над тем, что могло в нем находиться. — А что, если это наследие моего отца? — Он был членом НСДАП и, кроме того, служил в вермахте. — Может быть, Риттер присвоил ящик с его оружием? — Каким же образом? — После случившегося он ведь больше не имел права появляться в Мюлленхофе, — вставил реплику Пия. Зигберт не дал сбить себя с толку. — Риттера не волнуют запреты, — сказал он. — Ваша мать знала, что было в ящике? — Я думаю, что да. Но она ничего не говорит. — А если моя мать не хочет чего-то говорить, то она этого и не делает, — Кальтензей язвительно засмеялся. — Посмотрите на моего брата, который шестьдесят лет занимается отчаянными поисками своего отца. — Хорошо. — Боденштейн улыбнулся и поднялся с места. — Спасибо, что уделили нам время. — Да, только еще один вопрос. — Почему распоряжение люди из вашей охраны пытали и избили Маркуса Новака? — Простите, — Кальтензей раздраженно покачал головой. — Кого? — Маркуса Новака. — Реставратора, который когда-то занимался реконструкцией мельницы. Кальтензей задумчиво наморщил лоб. Потом, кажется, он что-то вспомнил. — А, тот самый! В свое время у нас с его отцом были серьезные проблемы. Его халтурная работа при строительстве административного здания стоила нам больших денег. — А что могло потребоваться нашей охране от его сына? — Нас это тоже интересует, — сказал Боденштейн. — Вы не будете выражать, если наши криминальные техники осмотрят ваши автомобили? — Нет, — ответил Кальтензея, не колеблясь и даже посмеиваясь. — Я позвоню господину Эмери, управляющему службой безопасности. Он вам поможет. Генри Эмери было лет тридцать пять. Это был мужчина с приятной внешностью южного типа, худощавый и загорелый, с короткими черными волосами, зачестными назад. На нем была белая рубашка, темный костюм и итальянские туфли, благодаря чему он вполне походил на биржевого маклера, адвоката или банкира. С предупредительной улыбкой Эмери передал Боденштейну список своих сотрудников, которых было тридцать четыре, включая его самого, и без возражения ответил на все вопросы. Уже полтора года он является шефом службы безопасности. Имени Новок никогда не слышал. И, казалось, был действительно удивлен, когда узнал о так называемом тайном привлечении своих людей. Он не возражал против проверки автомобилей и тут же представил второй список, в котором значились все автомобили с указанием номеров, марок, даты первой регистрации и пробега. Пока Боденштейн разговаривал с господином Эмери, на мобильник Пии позвонила Мирьям. Она ехала в Добу, бывший Добен, в административном подчинении которого находилась деревня Лауенбург и поместье. — Завтра утром я встречаюсь с одним поляком, который до 1945 года был привлечен к принудительным работам в поместье Цойдлет-Лауенбург, — сообщила она. — Архивари узнает его. Он живет в доме престарелых в Венгожеве. — Это интересно. Пия увидела шефа, который вышел из офиса службы безопасности. — Обрати внимание на имена Эндрикат и Оскар. — Хорошо, все ясно, — ответила Мирьям. — Пока. — Ну что, — поинтересовался Боденштайн, когда Пия захлопнула мобильник, — что скажете по поводу Зигберта Кальтензея и этого Эмери? — Зигберт ненавидит своего брата и Риттера, — проанализировала Пия ситуацию. — Они, на его взгляд, являются конкурентами в борьбе за расположение его матери. — Разве ваша теща не сказала, что Вера почти боготворила своего ассистента? — А Эллард даже живет в Мюлленхофе. Внешне он значительно привлекательнее Зигберта и, по крайней мере, раньше имела одно любовное приключение за другим. — Хм, — Боденштайн задумчиво кивнул, — а это Эмери. Симпатичный парень, хотя слишком смазлив на мой вкус, вынесла Пия свой приговор. Кроме того, чрезмерно услужлив. Вероятно, автомобиль, на котором его люди были у Новака, вообще не значится в списке. Так что мы можем не проводить проверку и сэкономить налогоплательщикам их расходы. В комиссариате их ждал Остерман с множеством новостей. — Веры Кальтензея нет в больнице ни в Хофхайме, ни в Бадзодене. Новака и след простыл, зато наконец-то получен ордер на обыск. Перед воротами в Мюлленхоф и перед фирмой Новака дежурят патрульные автомобили. Рубашки, которые Бенке попросил фрау Моурман показать ему, принадлежат Элорду Кальтензея. Бенке тем временем был во Франкфурте в поисках профессора, но дом искусств все еще закрыт. Остерман через налоговую службу, паспортный стол и информационную систему полиции Полос выяснил, что Катарина Эрман, урожденная Шмунг, родившаяся 19-го-7-го 1964-го года в Кёнигштайне, гражданка Германии, проживающая постоянно в Швейцарии, в Тюрихе, указала в качестве второго места жительства адрес в Кёнигштайне. Она была самостоятельным издателем, подлежала обложению подоходным налогом в Швейцарии, ранее несудима. Боденштайн молча слушал Остермана, потом бросил взгляд на часы четверти. В половине восьмого в гостинице Ротте-Мюлле, недалеко от Келькхайма, он договорился встретиться с Ютой Кальтензея. — Издатель, — повторил Оливер. — Видимо, это она дала Риттеру заказ на написание биографии. — Я проверю. — Остерман сделал себе пометку. — И объявите в розыск профессора Элларда Кальтензея и его автомобиль. Главный комиссар заметил довольное выражение лица Пии. — Очевидно, она была права в своих подозрениях. — Завтра в шесть часов утра будем производить обыск на фирме и в квартире Новака. — Организуйте это, фрау Керхов. — Должно быть задействовано минимум человек двадцать, обычный состав. Пии кивнула. Зазвонил телефон, Боденштайн снял трубку. — Бенке нашел коменданта Дома искусств. Тот в среду помогал Элларду Кальтензея загружать в автомобиль ящик и две дорожные сумки. — Кроме того, я узнал, что у профессора есть еще офис в университете, — сказал Бенке, — в кампус с Вестенде. — Я сейчас еду туда. — На какой машине он ездит? — Боденштайн нажал клавишу «Конференция», чтобы Остерман мог тоже его слышать. Одну минуту Бенке какое-то время с кем-то говорил, потом сказал в телефон. — На черном Мерседесе класса С, государственный номер МТК ЕК 222. — Спасибо. Держите в курсе Остермана и фрау Керхов. — Если найдете Кальтензея, задержите его и доставьте сюда, — сказал Боденштайн. — Я хочу поговорить с ним еще сегодня. — Все-таки розыск, — переспросил Остерман, когда Боденштайн положил трубку. — Конечно, — ответил тот и повернулся, чтобы уйти, и чтобы никто из вас сегодня не уходил домой, предварительно не поставив меня в известность. Томас Риттер устало смотрел на предварительный вариант рукописи. После четырнадцати часов работы, которая была прервана только приходом полицейских и Катарины, и двух пачек мальбора, он сделал это. Триста девяносто страниц грязной правды о семье Кальтензея и ее скрытых преступлениях. Эта книга была чистой сенсацией. Она вконец погубит веру, возможно, даже приведет ее в тюремную камеру. Томас чувствовал себя совершенно изнуренным и одновременно пребывал в каком-то веселом расположении духа, как будто нанюхался кокаина. Сохранив файл, он дополнительно, подчиняясь какому-то импульсу, записал его на компакт-диск. Порывшись в своей папке, нашел маленькую аудиокассету и сунул ее вместе с диском в специальный подбитый мягким материалом конверт, который подписал маркером «Эддинг». Это была мера предосторожности на тот случай, если они опять будут ему угрожать. Наконец Риттер выключил свой лэптоп, сунул его под мышку и встал. «Чтоб тебя больше никогда не видеть, проклятый офис!» Пробормотал он и даже не обернулся, выходя за дверь. «Только домой и под душ, ничего больше!» Катарина, правда, ждала его еще сегодня вечером, но он, пожалуй, сможет это отложить. У него не было больше желания говорить о рукописи, о шансах продажи, о маркетинговых стратегиях и его долгах, и еще меньше у него было желания заниматься с ней сексом. К своему собственному удивлению, он искренне радовался встрече с Марлен. Еще несколько недель назад Томас обещал ей романтический вечер вдвоем, уютный ужин в хорошем ресторане, после этого травяной ликер в баре и, наконец, прекрасную ночь любви. «У тебя такая довольная улыбка», — заметила Сина, дама в приемной, когда он проходил мимо ее стола. «Что случилось?» «Радуюсь завершению рабочего дня», — ответил Риттер. «Вдруг у него возникла идея, он подал ей только что подписанный конверт. Будь добра, сохрани это для меня». «Хорошо, сохраню». Сина сунула конверт в свою сумку, имитацию Луи Вьютон, и заговорщицки ему подмигнула. «Приятного вечера». В дверь позвонили. «Ну, наконец-то». Она нажала кнопку деблокировки двери. «Это, наверное, курьер с пробными оттисками. Он сегодня не торопится». Риттер подмигнул в ответ и отошел в сторону, чтобы пропустить курьера. Но вместо него в комнату вошел бородатый мужчина в темном костюме. Он остановился перед Риттером и быстро взглянул на него. «Вы доктор Томас Риттер?» «А кто вы?» Переспросил тот недоверчиво. «Если это вы, то у меня для вас пакет», — ответил бородач. «От фрау Эрман. Но я должен передать его вам лично». «Вот как». Томас воспринял это скептически. Правда, Катарина всегда любила сюрпризы. Она добилась своей цели и послала ему какую-нибудь сексуальную игрушку для создания нужного настроения в предвкушении запланированного ей вечера. «А где пакет?» «Если вы минуту подождете, я его принесу. Он у меня в машине». «Нет, в этом нет необходимости. Я все равно иду вниз». Риттер махнул Сене на прощание и последовал за мужчиной на лестницу. Он был рад, что смог уйти сегодня из офиса еще засветло, хотя должен был с неохотой признаться себе, что автофургон на парковочной площадке и дурацкое замечание этой несимпатичной блондинистой тетки из полиции нагнали на него страху. Но теперь он передаст рукопись на ответственность издательства, и как только она будет напечатана, они могут идти со своими угрозами куда подальше. Риттер кивнул мужчине, когда тот вежливо придержал для него дверь. Внезапно он почувствовал какой-то укол сбоку в шею. «Ой!» — вскрикнул Томас и уронил сумку с лэптопом. Он почувствовал, как ноги под ним ослабели, будто стали резиновыми. Прямо перед ним остановился черный автофургон, из боковой двери выпрыгнули двое мужчин и схватили его за руки. Его грубо затолкнули внутрь машины, боковая дверь захлопнулась, и наступила непроглядная тьма. Затем зажглось внутреннее освещение. Но Томасу никак не удавалось поднять голову. Из уголка рта у него стекала слюна, перед глазами все плыло, а внутри поднималась волна страха. Потом он потерял сознание. Четверг, 10 мая 2007 года. Пи стояла, зябко поеживаясь, рядом с оперативной полицейской машиной службы обеспечения сохранности следов, и зевала, пока не щелкнули ее челюстные суставы. Было холодно и неуютно. Забрежившее майское утро походило на ноябрьский день. Вчера вечером она ушла из офиса только в половине двенадцатого. Друг за другом прибыли Бенке, Фахингер и Хассе, выпили по стаканчику из сине-черного кофе, который им налил из термоса руководитель оперативной группы. Было четверть седьмого, когда наконец появился Боденштайн, небритый и явно не выспавшийся. Полицейские в гражданской одежде столпились вокруг него для последнего обсуждения ситуации. Все они имели уже достаточный опыт в проведении домашних обысков, чтобы знать, что надо делать. Окурки были растоптаны, остатки кофе вылиты в кустарник рядом с заправочной станцией, орал, у которой они собирались. Пия оставила свой автомобиль и села в машину к Боденштайну. Он был бледным и казалось напряженным. Следом за БМВ Боденштайна, вниз по улице к фирме Новака подъехал конвойный автомобиль с полицейскими. — Вчера вечером мне позвонила дама из приемной в редакции Риттера и оставила сообщение на голосовую почту, — сказал Боденштайн. Я его только что прослушал. Риттер ушел вчера из офиса около половины седьмого, а она осталась еще ждать курьера. Он пошел вниз вместе с мужчиной, который должен был передать ему пакет от фрау Эрман. Когда она потом в половине восьмого вышла из офиса, автомобиль Риттера одиноко стоял на парковочной площадке. Туда Пиев указала направо. — Это странно. — Разумеется. — Как прошла встреча вчера с Ютой Кальтензеем? Вы узнали еще что-нибудь интересное? Она с удивлением отметила, как у Боденштайна напряглись челюстные мышцы. — Нет, ничего особенного. Потерянное время. Лаконично ответил шеф. Он вздохнул, остановился на обочине в нескольких метрах от здания фирмы Новака и мрачно сказал. — Бог мой. — Избави меня от того дня, с которого она преследует меня по пятам. Я сделал огромную глупость. Действительно, не знаю, как это могло произойти, но по дороге к автомобилю она внезапно... Ну да, повела себя безнравственно. — Что вы сказали? Пия скептически посмотрела на своего шефа, потом рассмеялась. Вы хотите подурачить меня? — Нет, это правда. Я всеми силами пытался ей противостоять. — Вам это удалось или нет? Боденштейн избегал смотреть на нее. — Увы, нет, — признался он. Пия размышляла, как бы поделикатнее сформулировать следующий вопрос, чтобы не обидеть шефа. — Вы случайно не оставили на ней ваши следы ДНК? — спросила она осторожно. Боденштейн не засмеялся и ответил не сразу. — Боюсь, что оставил, — сказал он и вышел из машины. Кристина Новак была уже или все еще одета, когда Боденштейн предъявил ей постановление на обыск. У нее были глубокие круги под покрасневшими глазами. Она с апатией наблюдала, как полицейские вошли в квартиру на первом этаже и начали свою работу. Оба ее сына с испуганными лицами сидели в пижамах в кухне, а младший плакал. — Вы что-нибудь слышали о моем муже? — тихо спросила она. Кии было очень сложно сконцентрироваться на работе. Она все еще была в полной растерянности от признания Боденштейна. Когда фрау Новак повторила свой вопрос, Кирхов пришла в себя. — К сожалению, нет, — ответила она. — Не было даже никаких откликов на наше обращение по поводу розыска. Кристина начала всхлипывать. На лестнице послышались голоса. Новак-младший громко кричал. Брат Маркуса Новака, заспанный, с шумом спускался по лестнице вниз. — Успокойтесь, мы найдем вашего мужа, — сказала Пия, хотя сама не была в этом убеждена. В глубине души она была уверена, что Эллард Кальтензей избавился от сообщника. Новак доверял ему, а в таком состоянии он все равно не смог бы воспрепятствовать его действиям. Очень вероятно, что Маркус уже давно был мертв. Обыск в квартире не дал никаких результатов. Кристина открыла полицейским дверь в офис своего мужа. После последнего визита Пии здесь было все тщательно убрано. Папки опять стояли на полках, документы были разобраны и лежали в лотках для бумаг. Полицейский вытащил из розетки вилку компьютера, другие освобождали полки. Среди мужчин появилась коренастая фигура пожилой фрау Новак. Она не пыталась утешать жену своего внука, которая, как окаменелая, стояла в дверях с заплаканным лицом. Женщина хотела войти в офис, но двое полицейских преградили ей путь. — Фрау Кирхов! — крикнула она, обращаясь к Пии. — Мне нужно непременно с вами поговорить. — Попозже, фрау Новак! — ответила Пия. — Пожалуйста, подождите меня внизу, пока мы закончим. — Так, а что у нас здесь? — услышала она голос Бенка и обернулась. — Позади папок регистраторов находился стенной сейф. — Значит, здесь он нас тоже обманул. Жаль, Маркус Новак был ей симпатичен. Он утверждал, что на его фирме нет сейфа. — Двенадцать двадцать четыре ноль восемь, — продиктовала Кристина, хотя ее не просили называть шифр. И Бенке набрал комбинацию цифр. Раздался писк, и дверца сейфа с треском распахнулась. В этот момент в офис как раз вошел Боденштайн. — Ну что? — спросил он. Бенке нагнулся, сунул руку в сейф и обернулся с торжествующей улыбкой. В правой руке, на которую была надета перчатка, он держал пистолет, а в левой — картонную коробочку с патронами. Кристина Новак жадно глотала воздух. — Я думаю, это и есть орудие убийства. Он поднес к носу дуло пистолета. Из него стреляли некоторое время назад. — Боденштайн и Пия переглянулись. — Поиски Новака надо расширить, — сказал Оливер. — Сделайте обращение по радио и телевидению. — Что... что все это может означать? — прошептала Кристина. Ее лицо было белым, как снег. — Зачем мой муж держал в сейфе пистолет? — Я... я больше ничего не понимаю. — Вы присаживайтесь. Боденштайн придвинул ей стул, стоявший за писемным столом. Она нерешительно села. Пия, несмотря на протесты бабушки Новака, закрыла дверь в офис. — Я понимаю, что вам это все сложно воспринять, — сказал Боденштайн. — Но мы подозреваем вашего мужа в убийстве. — Этот пистолет с большой долей вероятности является тем самым оружием, из которого были убиты три человека. — Нет, — прошептала растерянная Кристина. — Вы, как его жена, можете не давать показаний, — проинформировал ее Боденштайн. — Но если будете говорить, то это должна быть правда, так как вы несете уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний. За дверью послушался громкий голос Новака-старшего, который о чем-то говорил с полицейским. Кристина не обращала на это внимания и только пристально смотрела на Боденштайна. — Что вы хотите знать? — Вы можете вспомнить, где был ваш муж в ночь с 27 на 28 апреля, с 30 апреля на 1 мая и с 3 на 4 мая? Ее глаза наполнились слезами, и она опустила голову. — Его не было дома, — сказала она подавленным голосом. — Но я никогда не поверю, что он мог кого-то убить. Зачем ему было это делать? — Где же он был тогда в те ночи? На какой-то момент Кристина заколебалась, губы ее задрожали. Тыльной стороной руки она провела по глазам и выдавила из себя. Я думаю, что он был у той женщины, с которой я его видела. Я знаю, что он мне изменял. Я почти ничего не пил, — сказал Боденштайн позже, в автомобиле, не глядя на пию, — только один бокал вина. Тем не менее, я чувствую себя так, как будто влил в себя две бутылки. Я едва понимал, что она мне рассказывала. До сих пор не могу вспомнить большую часть того, что происходило тем вечером. Он сделал паузу и потер глаза. Мы уходили из ресторана последними. На свежем воздухе мне стало чуть лучше, но я с трудом мог идти прямо. Мы стояли около моей машины. Работники ресторана закончили работу и уехали. Последнее, что я помню, — это то, что она меня поцеловала. И достаточно поспешно прервала его пия. Мысль о том, что менее восьми часов назад, возможно, именно на этом сиденье, разыгрывалось нечто, было ей ужасно неприятно. — Этого со мной не должно было произойти, — сказал Боденштайн с давленным голосом. — Может быть, ничего и не случилось, — сказала пия, в голосе которой ощущалась неловкость. Конечно, она понимала, что ее шеф тоже всего лишь человек, но она не допускала, что он на это способен. Возможно, ее смутила его непривычная откровенность, так как, несмотря на то, что они ежедневно встречались на работе, интимные подробности из личной жизни до сего времени были запретной темой. — В свое время эти утверждал также Билл Клинтон, — сказал Боденштайн разочарованно. — Я только спрашиваю себя, зачем она это сделала? — Да уж, — ответила осторожно пия. — Вы не так дурны собой, шеф. Возможно, она всего лишь искала приключений. — Нет, Юта Кальтензея ничего не делает без причины. Это было запланировано. В последние дни она звонила мне минимум раз двадцать, а вчера, под совершенно необоснованным предлогом, обедала вместе с Козимой. Впервые за время всего разговора Боденштайн посмотрел на пию. — Если меня отстранят от дела, вы будете самостоятельно продолжать расследование. — До этого пока еще не дошло, — успокоила его пия. — До этого дойдет очень быстро. Боденштайн провел всеми десятью пальцами по волосам. Собственно говоря, самое позднее, когда фрау доктор Энгель пронюхает это. Она только и ждет чего-то подобного. — Но как она может об этом узнать? — Лично от Юты Кальтензея. Пия поняла, что он имеет в виду. Ее шеф связался с женщиной, семья которой находится в центре расследования убийств. Если Юта действовала по расчету, тогда следовало однозначно опасаться, что она захочет использовать этот случай в своих целях. — Послушайте, шеф, — сказала пия, — вам надо сдать кровь на анализ. Она вам точно что-то подмешала в вино или еду, чтобы быть уверенной, что ей удастся вас соблазнить. — Как она могла это сделать? — Боденштайн покачал головой. — Я ведь все время сидел рядом с ней. — Возможно, она знакома с хозяином ресторана. Оливер на мгновение задумался. — Верно. — Она его совершенно точно знает. Она обращалась к нему на «ты» и корчила из себя завсегдатая. — Тогда он мог подсыпать вам что-то в вино, — сказала пия с большей убежденностью, чем ощущала на самом деле. — Мы немедленно поедем к Хеннингу. Он сможет взять вашу кровь и в экстренном порядке исследовать ее. Если он действительно что-то обнаружит, то вы сможете таким образом доказать, что Кальтензея поставила вам ловушку. Скандал при своих амбициях она себе не может позволить. Проблеск надежды оживил усталое лицо Боденштайна. Он завел мотор и сказал, «Окей, вообще-то вы правы. В чем? В том, что дело развивает собственную динамику». Было половина десятого, когда вся команда опять собралась на обсуждение ситуации в комиссариате. Изъятый пистолет, очень хорошо сохранившийся Маузер P08S-42, год выпуска 1938, с серийным номером и штампом военной приемки, а также патроны из сейфа в офисе Новака уже были отправлены на баллистическую экспертизу. Хассе и Фахингер взяли на себя телефон, который после обращения гражданам о содействии в розыске Новака звонил почти беспрестанно. Боденштайн послал Бенка во Франкфурт к Марлен Риттер. Полицейский наряд доложил, что БМВ Риттера все еще находится на парковочной площадке перед редакцией журнала «Уикенд». «Пия!» — крикнула Катрин Фахингер. «Тебе звонят. Я переключу на твой кабинет». Кирхов кивнула и встала. «Я была вчера у этого старика», — объявила Мирьям без всяких приветствий. «Запиши то, что я тебе расскажу. Это просто неслыханно». Пия взяла блокнот и шариковую ручку. Рышарда Вылинского, когда ему был 21 год, отправили на принудительные работы в поместье семьи Цойдлиц-Лауенбург. Его память уже оставляет желать лучшего, но он четко помнит события, произошедшие 65 лет тому назад. Вера фон Цойдлиц находилась в интернате в Швейцарии, а ее старший брат Эллард служил пилотом в Людфапфе. Оба во время войны очень редко бывали в родительском поместье, но у Элларда была любовная связь с симпатичной дочерью управляющего имением Викки, и в августе 1942 года у них родился сын. Эллард хотел жениться на Вике, но всякий раз, непосредственно перед запланированной датой венчания, его арестовывало гестапо, в последний раз в 1944 году. Предположительно, на него доносил штурмбанфюрер СС Оскар Швиндерке, сын козначея поместья Лауенбург, чтобы предотвратить свадьбу, так как честолюбивая младшая сестра Швиндерка Эдда была сильно влюблена в молодого графа и ужасно ревновала его к Вике. Кроме того, она была близкой подругой сестры Элларда. Швиндерк во время войны часто бывал в поместье, так как он, как офицер лейпштандарт СС Адольф Гитлер, служил в близлежащем волчьем логове. В ноябре 1944 года Эллард вернулся домой, получив тяжелые ранения. И когда 15 января 1945 года был издан официальный приказ об эвакуации, и все население Добена утром 16 января 1945 года двинулось в направлении Бартенштейна, в поместье оставались старый барон фон Цойдлетт Слауенбург, его жена, раненый Эллард, его сестра Вера, Вики Андрикат с трехлетним Хайнрихом, больная мать Вики, ее отец и ее младшая сестра Ида. Они хотели как можно быстрее последовать за колонной беженцев. Недалеко от Мауэрвальде в колонне повстречался двигавшийся навстречу четвертьтонный автомобиль. За рулем сидел штурмбанфюрер СС Оскар Швиндерке, рядом с ним другой эсэсовец, которого Велинский много раз видел в поместье Лауенбург, на заднем сиденье сидели Эдда и ее подруга Мария, которые с начала 1944 года работали в женском лагере для военно-пленных в Растенбурге, одна надзирательница и другая секретарем начальника лагеря. Они немного поговорили с казначеем Швиндерке и поехали дальше. Велинский видел этих четверых в тот день в последний раз. Вечером следующего дня русская армия напала на колонну из Добина, все мужчины были расстреляны, женщины изнасилованы, а часть их захвачена. Сам рассказчик выжил только потому, что русские поверили ему, что он поляк и был на принудительных работах. Через несколько лет после войны Велинский вернулся в те места. Он часто думал о судьбе семей Цойдлец-Лауенбург и Эндрикат, так как они к нему очень хорошо относились, а Вики Эндрикат регулярно занималась с ним немецким языком. Пия поблагодарила Мирьям и попыталась привести в порядок свои мысли. В биографии Веры Кальтензея она читала, что вся ее семья погибла или считалась без вести пропавшей во время побега. Если то, что рассказал поляк, занятый в те времена на принудительных работах, является правдой, то выходит, что 16 января 1945 года они вообще не уезжали из поместья. Что же делал там Оскар Швиндерке, который без сомнений был Лжегольдбергом, вместе со своей сестрой и со своими друзьями незадолго до того, как туда вошла русская армия? В событиях того дня лежал ключ к разгадке убийств. Была ли Вера в действительности дочерью, управляющего имением Эндриката, а Эллард Кальтензея, следовательно, сыном пилота Элларда? Пия пошла со своими записями в переговорную комнату. Боденштайн позвал туда также Фахингер и Хассе. Они молча слушали отчет Пии. — Вера Кальтензея в самом деле может являться Вики Эндрикат, — вставила свое слово Катрин Фахингер. Пожилой мужчина из пансионата Таун Узблик сказал, что Вера слишком преуспела для простой девушки из Восточной Пруссии. — В связи с чем он это сказал? — спросил Эпия. Катрин взяла свой блокнот и стала его листать. — Четыре мушкетера, — прочитала она вслух. Так они себя называли Вера, Анита, Оскар и Ганс, четверо старых друзей с давних времен, которые знали друг друга с детства. Они дважды в год встречались в Тюрихе даже после того, как Анита и Вера похоронили своих мужей. На какой-то момент в комнате наступила полная тишина. Пия и Оливер переглянулись. Фрагменты пазла сами собой заняли нужные места. — Простая девушка из Восточной Пруссии, — сказал Боденштайм медленно. — Вера Кальтензея, это Викки Эндрикат. — Тогда она увидела шанс, так сказать, за одну ночь обрести дворянский титул, после того, как ее принц сделал ей ребенка, но не женился на ней, — добавила Пия. — И ей это удалось. Вплоть до сегодняшнего дня. — Но кто убил этих троих? — спросил Остерман растерянно. — Боденштайн вскочил и схватил свой пиджак. — Фрау Кирхов права, — сказал он. — Эллард Кальтензея должно быть докопался до того, что тогда произошло, и он еще не завершил свою кампанию мести. Мы должны его задержать. Три производящих эффект слова «промедление смерти подобно» заставили уполномоченного судью в течение получаса подписать три постановления на арест и производство обыска. Бенке, между тем, поговорил с совершенно отчаившейся Марлен Риттер. Вчера, примерно без четверти шесть, она разговаривала по телефону из своего офиса с мужем и договорилась с ним вечером пойти ужинать. Когда Марлен в половине восьмого пришла домой, она нашла свою квартиру перерытой и разоренной, а Риттер и след простыл. Он не отвечал по мобильнику, а в полночь телефон оказался отключенным. Марлен позвонила в полицию, но там ей сказали, что еще слишком рано давать объявление о розыске пропавшего без вести и что ее муж все-таки взрослый человек и отсутствует только шесть часов. Кроме того, Бенке сообщил, что перед залом вылета франкфуртского аэропорта был обнаружен Мерседес Элорда Кальтензея. Переднее пассажирское сиденье и внутренние стороны двери были измазаны кровью, которая предположительно принадлежала Маркусу Новаку и в настоящее время исследовалась в лаборатории. Боденштайн и Пия поехали в Мюрленхоф, вновь сопровождаемые группой полицейских для производства обыска и дополнительно криминальными техниками с георадаром и собаками для поиска и обнаружения трупов. К их удивлению, они застали там Зигберта и Юту Кальтензея вместе с их адвокатом доктором Розенблаттом. Все трое сидели в салоне, за большим столом, окруженные горами папок, в воздухе висел аромат свежезаваренного чая. — Где ваша мать? — спросил Боденштайн, без приветственных церемоний. Пия незаметно рассматривала депутата Лантага, глядя на которую, как и на Боденштайна, трудно было понять, что происходило накануне вечером. Она не производила впечатлений женщины, которая ночью на парковочной площадке может развлекаться с женатой мужчиной. Но в людях можно ошибаться. — Я же сказал вам, что она не начал Зигберт, но Боденштайн резко прервал его. Ваша мать находится в самой серьезной опасности. Мы исходим из того, что ваш брат Эллард убил друзей вашей матери, а теперь намерен и ее отправить на тот свет. Зигберт оцепенел. — Кроме того, у нас есть постановление на обыск дома и участка. Пия протянула к Альтензея документ, который тот механически передал своему адвокату. — С какой целью вы собираетесь обыскивать дом? — вмешался адвокат. — Мы ищем Маркуса Новака, — ответила Пия. — Он сегодня исчез из больницы. Они с Боденштайном пришли к единому решению, пока ничего не говорить брату и сестре Кальтензея о бордере на арест их матери. — Почему же господин Новак должен быть здесь? Ютта взяла постановление из рук адвоката. — Мерседес вашего брата найден в аэропорту, — объяснила Пия. — Он был весь в крови. — Пока мы не найдем Маркуса Новака и вашу мать, мы должны исходить из того, что это может быть их кровь. — Где ваша мать и брат? — повторил Боденштайн. Не получив ответа, он повернулся к Зигберту Кальтензея. — Ваш зять вчера вечером так же бесследно исчез. — Но у меня нет зятя, — ответил растерянно Кальтензея. — Вы ошибаетесь? — Я действительно не понимаю, что здесь происходит. Через окно он наблюдал за тем, как полицейские с собаками и георадаром широким строем двигались по ухоженному газону. — Вы ведь знаете, что ваша дочь две недели назад вышла замуж за Томаса Риттера, так как она ждет от него ребенка. — Что вы сказали? Зигберт вытер пот с лица, он был ошарашен сообщением и потерял дар речи. Посмотрел на сестру, которая, казалось, тоже была ошеломлена. — Мне нужно позвонить, — сказал он внезапно и схватил свой мобильник. — Позже. Боденштайн взял у него из рук телефон. — Сначала я хочу знать, где находятся ваши мать и брат. — Мой доверитель имеет право на звонок, — запротестовал адвокат. — То, что вы делаете, это беззаконие. — Помолчите, — оборвал его резко Боденштайн. — Итак, я жду. Зигберт дрожал всем телом, его бледное лунообразное лицо блестело от пота. — Дайте мне позвонить, — попросил он охрипшим голосом. — Пожалуйста. В Мюрленхофе не было обнаружено следов ни Маркуса Новака, ни Элларда, ни Веры Кальтензея. Боденштайн, как и прежде, подозревал, что Эллард убил Новака, а труп где-то спрятал, если не здесь, то где-то в ином месте. Местонахождение Томаса Риттера также было до сего времени неизвестно. Оливер позвонил своей тёще и поинтересовался у неё, где семейство Кальтензея имеет дома и квартиры. — Наиболее реальными мне представляются дома в Тюрихе и в Тессине, — сказал он Пия, когда они возвращались в комиссариат. — Мы попросим у швейцарских коллег служебного содействия. — Господи, как всё запутано! — Пия молчала, не желая сыпать соль на раны своего шефа. Если бы он её послушал, Эллард Кальтензея уже давно сидел бы в следственном изоляторе, а Новак, возможно, был бы ещё жив. Её теория хода событий была следующая. Эллард присвоил себе ящик с дневниками и пистолетом Маузер Р-08, так как он не был человеком быстрых решений и, возможно, ему требовалось какое-то время, чтобы осмыслить содержание дневников. Он выжидал несколько месяцев, прежде чем перешёл к действиям. Он убил Гольдберга, Шнайдера и Аниту Фрингс из этого пистолета, так как они не захотели ничего рассказать ему о прошлом. 16 января 1945 года было днём побега, днём, когда произошло решающее событие, о котором Эллард Кальтензея, возможно, всё-таки смутно помнил, так как ему тогда было не два, а уже три года. А Маркус Новак, который знал о трёх убийствах и даже при этом помогал Элларду, должен был исчезнуть, так как мог представлять для него опасность. Позвонил Остерман. Отпечатки пальцев Маркуса Новака и Элларда Кальтензея на орудии убийства ни для кого не стали неожиданностью. Кроме того, позвонила одна дама из Кёнигштайна, которая увидела фотографию Новака в газете. Она сообщила, что видела этого мужчину 4 мая ближе к обеду на парковочной площадке у Люксембургского замка, когда тот разговаривал с седовласым мужчиной в кабелярите БМВ. Новак разговаривал с Риттером, но незадолго до этого встречался с Катериной Эрман. — Как соединить это между собой? — размышлял Боттенштайн вслух. — Я задаю себе тот же вопрос, — ответил Эпиа. Но показания женщины подтверждают, что Кристина Новак не солгала. Ее муж, примерно в то время, когда был убит Ватковик, находился в Кёнигштайне. Таким образом, он и Эллард Кальтензея имеют отношение, возможно, не только к трем убийствам стариков, но также и к смерти Ватковика и Моники Крэмор. — Я бы пока ничего не исключала, — сказала Эпиа и зевнула. В последние дни она действительно слишком мало спала и мечтала о спокойной ночи. Но пока все выглядело с точностью да наоборот, так как опять позвонил Остерман. Внизу у охраны ждет Августа Новак и хочет срочно поговорить с Эпией. — Здравствуйте, госпожа Новак! — Эпиа протянула руку старой женщине, которая поднялась со своего стола в вестибюле. — Вы можете сказать нам, где находится ваш внук? — Нет, этого я не знаю, но мне надо срочно с вами поговорить. — К сожалению, я сейчас очень занята, — сказала Эпиа. В этот момент зажужжал ее мобильник. Боденштайн тоже опять с кем-то разговаривал. Кирхов с извиняющимся видом посмотрела на фрау Новак и ответила на звонок. Остерман взволнованно сообщал, что на несколько минут удалось зафиксировать мобильный телефон Маркуса Новака. Пия почувствовала толчок адреналина во всем теле. Может быть, он все-таки еще жив. — Во Франкфурте. — Между Ганзале и Фюрстенбергерстрассе, — сказал Остерман. — Точнее сказать нельзя, телефон включался на очень короткое время. Пия дала ему задание связаться с коллегами во Франкфурте и попросить немедленно блокировать данную зону по всему пространству. — Шеф, — обратилась она к Боденштайну, — мобильный телефон Новака был зафиксирован во Франкфурте, на Ганзале. — Вы понимаете, что я думаю по этому поводу? — Разумеется. Боденштайн кивнул. Офис Кальтензея в университете. — Извините, пожалуйста, — Августа тронуло руку Пии. — Мне действительно нужно вам... — У меня, к сожалению, нет сейчас времени, фрау Новак, — ответила Пия. — Возможно, мы найдем вашего внука еще живым. — Поговорим позже, я вам позвоню, а сейчас попрошу кого-нибудь отвезти вас домой. — Нет, спасибо. — Пожилая женщина покачала головой. — Это может затянуться, извините. Пия подняла руки, выражая сожаление, и пошла за Боденштайном, который уже подошел к своему автомобилю. Они очень торопились и поэтому не заметили темный лимузин Майбах, в котором сразу завели двигатель, как только Августа Новак вышла из ворот региональной уголовной полиции. Когда Боденштайн и Пия приехали в бывший комплекс Иго-Фарбен на Грюнебург-Плац, в котором находился новый кампус Франкфуртского университета, заранее проинформированные полицейские уже заблокировали входную зону. Неизбежные зеваки собрались за оградительной лентой. Внутри здания недовольные студенты, профессора и сотрудники университета спорили с полицейскими, но распоряжение было однозначным. Никто не имел права входить или покидать здание, пока не будет найден мобильный телефон Новака, а в лучшем случае и сам его владелец. «Вон Франк», — сказала Пия, которая пала духом при виде девятиэтажного здания шириной 250 метров. «Как могут они найти здесь мобильник, который уже отключен и который с таким же успехом может находиться где-нибудь на территории размером в 14 гектаров, в парке или в каком-нибудь припаркованном автомобиле?» Бенке стоял рядом с руководителем оперативной группы полиции Франкфурта, между четырьмя колоннами перед импозантным главным входом здания комплекса Игофарбан. Увидев Боденштайна и Пию, он подошел к ним и предложил «Давайте начнем с офиса Кальтензея». Они вошли в роскошный вестибюль, но никто из них не взглянул на бронзовые панели и выполненные с большим мастерством медные фризы, которыми были отделаны стены и двери лифтов. Бенке повел Боденштайн и Пию и группу имеющих устрашающий вид полицейских в боевых костюмах подвижного оперативного отряда наверх на пятый этаж, затем повернул направо и целеустремленно зашагал по длинному, чуть изогнутому коридору. Зажужжал мобильный телефон Пии, и она поднесла его к уху. «Мобильник опять включился!» — взволнованно кричал Остерман. — И что, он в здании? Пия остановилась и закрыла рукой одно ухо, чтобы лучше слышать коллегу. — Да, совершенно точно. Дверь в кабинет Кальтензея была закрыта. Пришлось в очередной раз ждать, пока наконец-то кто-то не привел коменданта с ключами. Мужчина, пожилой господин с густыми и седыми, как снег усами, обстоятельно манипулировал связкой ключей. Когда дверь наконец открылась, Бенке и Боденштайн с нетерпением ворвались в комнату. Проклятье! — выругался Бенке. — Никого. Комендант стоял в углу кабинета и, вытаращив глаза, следил за суетливыми действиями полиции. — Что, собственно говоря, случилось? — спросил он через некоторое время. — Что-нибудь с господином Кальтензеем? — А вы думаете, в ином случае мы появились бы здесь с сотней людей и с подвижным оперативным отрядом? — Разумеется, с ним что-то не так. Пия склонилась над писемным столом и стала изучать исписанные неразборчивым почерком бумаги, лежавшие на столе, в надежде найти имя, номер телефона или какие-нибудь иные зацепки, указывающие на местонахождение новака. Но Кальтензея, кажется, просто имел обыкновение что-то рисовать, разговаривая по телефону. Боденштайн порылся в корзине для бумаг. Бенке обследовал ящики письменного стола, пока люди из оперативной группы ждали в коридоре. — Он вчера был очень странным, не как всегда, — сказал комендант задумчиво, — в каком-то приподнятом настроении. Боденштайн, Бенке и Пия одновременно остановились и пристально посмотрели на него. — Вы видели вчера профессора Кальтензея? — Почему вы это сразу не сказали? — с досадой набросился Бенке на мужчину. — Потому что вы меня об этом не спрашивали. — ответил тот с достоинством. Рация руководителя оперативной группы затрещала, потом раздался голос, который едва можно было разобрать из-за атмосферных помех, создаваемых толстыми бетонными потолками здания. Комендант рассеянно крутил кончик своих усов. — Профессор Кальтензея пребывал в настоящей эйфории, — рассказывал он. — Чего, собственно, раньше никогда не случалось. — Он пришел из подвала в западном крыле и о этом очень удивился, так как его кабинет... — Вы можете нас туда отвезти? — Прервала его с нетерпением Пия. — Конечно, — кивнул комендант. — Но что он все-таки сделал? — Ничего плохого, — саркастически ответил Бенке. — Предположительно, всего лишь убил пару человек. Комендант остолбенел. — Мои люди удерживают нескольких человек, которые, несмотря на запрет, вошли в здание, — сообщил руководитель оперативной группы высокопарным канцелярским языком. — Где? — раздраженно спросил Боттенштайн. — В подвале, в западном крыле. — Хорошо. Тогда пошли, — сказал коротко Оливер. Шестеро мужчин в черной униформе охранников стояли спиной к полицейским с разведенными в сторону ногами и упершись руками в стену. — Повернуться, — скомандовал Боттенштайн. Мужчины послушались. Пия сразу узнала Генри Эмери, начальника службы охраны предприятия Кальтензея. На сей раз на нем не было костюма и лаковых туфель. — Что вы и ваши люди делаете здесь? — спросила Пия. Эмери молчал и улыбался. — Пока вы задержаны. Кирхов повернулась к одному из полицейских оперативной службы. Уведите их отсюда и выясните, откуда им стало известно, что мы здесь. Мужчина кивнул, наручники защелкнулись и шестерых в черной униформе увели. Комендант открыл для Боттенштайна, Кирхов и Бенке все имеющиеся помещения — архив, кладовые, электротехнические помещения и котельную, а также пустые подвалы в предпоследнем помещении. Их поиски были, наконец, вознаграждены. На матрасе прямо на полу лежал человек, рядом стояли бутылки с водой, продукты, медикаменты и заморский ящик. Пия щелкнула выключателем, ее сердце бешено колотилось, с легким жужжанием на потолке зажглась неоновая лампа. — Добрый день, господин Новак. Она села на корточке рядом с матрасом. Мужчина зажмурился от яркого света. Он был небрит. Глубокие складки усталости врезались в его изуродованное лицо. Здоровой рукой он сжимал мобильный телефон. Маркус выглядел больным, но был жив. Пия положила руку на его пылающий в лихорадке лоб и увидела, что его футболка пропиталась кровью. Она обернулась к Боттенштайну и Бенке, надо немедленно вызвать скорую помощь. Потом она снова повернулась к Новаку. Неважно, что сделал этот человек, он вызывал у нее жалость и, должно быть, испытывал сильную боль. — Вам нужно в больницу, — сказала Пия. — Как вы оказались здесь? — Эллард, — пробормотал Новак. — Пожалуйста, Эллард, что с профессором Кальтензея? — Где он? Маркус устало посмотрел на нее, потом закрыл глаза. — Господин Новак, помогите нам, — попросила настойчивая Пия, — мы обнаружили машину профессора Кальтензея в аэропорту. Он и его мать как сквозь землю провалились. А мы в вашем офисе, в сейфе нашли пистолет, из которого недавно были убиты три человека. Мы предполагаем, что эти три убийства совершил Эллард Кальтензея. После того, как он нашел пистолет в ящике, Маркус Новак открыл глаза. Крылья его носа дрожали, тяжело дыша он ловил ртом в воздух, как будто хотел что-то сказать, но через его потрескавшиеся губы пробился лишь стон. — К сожалению, я должна вас арестовать, господин Новак, — сказала Пия, не без сожаления. — У вас нет алиби на то время, когда были совершены убийства. Ваша жена подтвердила нам сегодня, что ни в одной из соответствующих ночей вас не было дома. — Вы можете что-то на это сказать? Новак не ответил, а вместо этого отпустил мобильник и схватил Пия за руку, с явным отчаянием пытаясь что-то сказать. Подструился по его лицу, приступ озноба сотрясал тело. Пия вспомнила предостережение врача в больнице Хофхайма о том, что у Новака во время нападения была повреждена печень. Очевидно, перевозка суда ухудшила его внутренние состояния. — Успокойтесь, — сказала Кирхов и погладила его по руке. — Мы сейчас доставим вас в больницу. Поговорим, когда вам станет лучше. Он посмотрел на нее, как утопающий, панически округлив темные глаза. Если бы Маркус Новак в скором времени не получил помощь, он бы умер. Входило ли это в планы Элларда Кальтензея? Привез ли он его сюда для того, чтобы его здесь никто не нашел? — Ну, почему тогда не забрал у него мобильный телефон? — Приехала скорая помощь. Прервал чей-то голос ее мысли. Два санитара втолкнули в подвальное помещение передвижные носилки. Вслед за ними шел врач в оранжевом жилете с чемоданчиком, на котором был изображен красный крест. Пи хотела встать, чтобы уступить место врачу, но Маркус Новак не отпускал ее руку. — Пожалуйста, — прошептал он в отчаянии. — Пожалуйста, Эллард, моя бабушка. Он запнулся. — Мои коллеги позаботятся о вас, — сказала Пи и тихо. — Не беспокойтесь. Профессор Кальтензея больше не причинит вам зла. Я вам это обещаю. Кирхов мягко высвободился из тисков Новака и встала. У него повреждение печени. Проинформировала она врача, потом повернулась к своим коллегам, которые тем временем исследовали ящик. — Ну и что вы нашли? — Кроме всего прочего, эсэсовскую форму Оскара Швиндерке, — ответил Боденштайн. — Остальное посмотрим в комиссариате. — Я все время чувствовала, что Эллард Кальтензея — убийца, — сказала Пи и шефу. Он оставил Новака умирать в этой подвальной дыре, только чтобы себе не запачкать руки. Они ехали назад в Фофхайм. В комиссариате ждала Катарина Эрман, а в камерах сидели шестеро охранников.